здарова всем пацаны у немножечку начинаем стримец не рассчитала немножко время не 55-56 минут начнется все потому что задержка три минуты сразу выставлено мной надо посмотреть что там сетки что там и как вообще происходит сегодня хотя бы я выспался по крайней мере нормально ждем зарубы конечно мы жесткой очень очень-очень-очень жесткой заруба мы ждем так что здесь у нас так давайте посмотрим американскую квалю для начала как она кончилась пацаны вообще ребята окончилась она проходом трех корейц просто в легкую причем нерч ушатал клубинга ушатал стакса проиграл хиро 03 за квоту тимой бился с лосирой проиграл зесту нерч тоже проиграл здесь блин а ведь близок он был к праху ну короче без нерча будет у нас этот турнир и без скарлет которая здесь тоже бьется кстати говоря на корейской квали нерча нету а почему без нерча он может поехать на open bracket и действительно наверняка он поедет на open bracket и вот вот вам и американский сервер три корейцы проходят на европе ни одного не прошло выбили всех ну здесь их просто засилие конечно была полная даже не буду показывать кто хочет посмотреть посмотрит отдельно в сетке дайте сетку глянем здесь у по объем мару твт мечты первое у нас уме хусу пейшн скарлет инновейшн держи скин лосиро классик со сбил треп статс я думаю скарлет я буду сейчас проситься врываться тогда вот такая вот у нас сеточка что же стрим уже пошел до пошел в стрим 322 время идет в чате шестьдесят человек смотрит два что за беспорядок дел давайте-ка давайте-ка жмите play пацаны так сетка окончательно думаю что да посторонцы сварки щас мальчик должен прийти сюда уже тоже так Субтитры сделал DimaTorzok Так, свитч просфорычился вообще Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас, естественно, только за квоту Бу-5 Есть ли шансы у скалит Ну, а на самом деле я бы не переживал За нерчая скалит Вообще, как бы Вот Короче Такие дела, ребят Я бы не беспокоился за тех, кто не прошел Потому что Будет Open bracket Все могут пройти Олег защемал тут Все, ребят, на секунду Отплекся Больше не буду отвлекаться Надо сейчас будет окошечко Холодно становится И водички глотнуть А то пересушила совсем И позвонить Жене похоже чуть Потому что Маша очень сильно на выходных Заболела Вот Прям расстроился Вчера Температура Больше 38 А тит у нее Продолжается Уже был Сегодня по врачам Будет езда Очень жесткая Вот Точнее Сначала придет Педиатр Потом Поедет Наверное С Клору Даша С Маш Вечером Еще один Педиатр Должен прийти Так Я говорил Вчера Сетка Ребята Не формировалась Почему? Потому что Множество корейцев Участвовали В американской Квалификации Поэтому Некоторые Ну Игроки Поменялись В итоге Кто вчера Был заявлен Так Пациент Пришел Обнаглел Ну Дэмэдж Ну Туда Обей Скарлетон Ну Что Ты Скарлет 5 секунд Му Лингом Вот Давай Давай Грызи Грызи Гада Успел Уйти Чертяга На 13 ХП Здесь Ни Стенки Нет Ни Хрена Нет Смотрите Такой Темой Хира Или Кто Там Скарлет С кем То Играло Я Помню В первой Квалификации За квоту Что ли Или Как-то Так Вот Или Не за квоту Короче Кто-то Адептами Помню Пришел И начал Скарлет Просто Ковырять Очень жестко То ли Здесь кто-то Был То ли Еще Кто-то Короче Неприятно Было Я уж Подзабыл 7 7 Дронов Убил Как-бы Вот Таким Билдом Через Два Гейта То ли Стас Короче Ладно Потом Смотрю Сетку Не хочу Отвлекаться Сейчас Я думаю Вы даже Подскажете Скорее Всего А вот Здесь Скарлет Все Одного Дрончика Теряет И Начало Это Очень Позитивное Здесь У нас Сразу Бэйлинг Нест Попер Неск Дронов На Четвертую На третью базу Простите Приезжает И Четыре Адепта Идет Вперед Есть Два Линга 14 Строится На Дронов Отводите Сейчас Срочно Что Скарлет И делает Так Линги Выходит Одного Адепта Сразу Минусуют Демеджиного Остальные Зажимаются Угол Глеф Нету Все Глеф И Додел Ой Как Адепты С Глефами Начинают Валить Сейчас Кабину Просто 18 Еще Дронов Конец Скарлет Принимать Ну Я бы Сказал Законтрила Полностью Вот этот Харас И С Когтем Плюс Маст Линги Будет Подпуш Сейчас Третьего Нексуса Стопудовый Здесь Ставится Даркшайн После Адепта Нужно Сейчас Подбежать И Глефы Напилить Ой Не Глефы А Беллингов Напилить Вот здесь А Или Прямо На вторую Базу Скарлет Собирается Пуш Делать Да Прямо На вторую Смотрите 14 Бэйнов Пошло Адепты На третьей Базе Варпятся Пойдут ли Они Вперед Скарлет Не пали Лингов Не пали Лингов Надо Заходить Через Верх Не пали Скарлет Лингов Не пали А Здесь Еще Есть Линги Смотрите Адепт Варпятся Бэйлинги Заходят Линги Идут Чуть Вперед Пилончик Раз Минус Пилончик Два Минус Все Минус Продакшн Здесь Стопудняк На второй Базе В это Время Пришли Адепты Были Окружены Собаками Телепортируются Ко второй Базе Здесь Линги Кусают Пробочек Но не Получилось Минус Дарки На мэне Отбиваются 46 39 Парабам Скалит Меньше Но по боевому Намного Больше Заказан Лэйр Сейчас Чтобы Чтобы Отбиваться Чтобы Жить Здесь Скалит Дарки Чего У нас На обороне Да Дарки На обороне Будут Сейчас Сражаться Один Идет Вперед Спорка Ставится На третий Спорка Ставится На второй На мэне Спорка Не Ставится Так Куда Крампи Скалит Опять Врывается Да Опять Врывается Скалит Крампи Вейлингов Надо Пропустить Вперед Дарк Взрывается На обейнах Сейчас Просто В легкую Пилон Опять Падает Варпа Опять Не будет Похоже На то Что У Пейшнса Проблема Очень серьезная 80 На 60 Парабам Мазеркор Летит На вы Здесь Три Дарка Отбиваться Начинают Один Из Дом Вернутся Сейчас Оверсирс Это Овер Аморфится И все Будет Ускалит Просто Замечательно 22 Пробки На 37 Дронов Что-то Дарков Много Становится Кстати Пациент Делал бы Сейчас Блинк Даркам А У него Постоянно Отключен Даркшайн С Блинком Даркам Можно Прикольно Было бы Сейчас Сделать На самом Деле Как мне Кажется Так Можно Оверсир Аморфить Вот же Есть Юниты Здесь Висят Второй Коготь Пошел Где Оверсир Я не понимаю Вот Морфится Рядом С мейном Линги Прибегают Дарки Полетели На мейн Они Уже Не Спасут Там Этот Мейн Точнее Не Убьют Этот Мейн Скалит Стопудняк Вообще Кого Падает Третий Нексус Скалит Возвращается Домой Есть Три Королевы Спорочка Ставится На Мейне А Оверсир Это На Мейне Нет Вот Где Печаль Так Одна Спорочка Вкопалась Призму Надо Фокусить Призму Сама Себя Не Фокуснет Королева Не Делала Один Залп Ну Что Ж Такое Три ХП Да Все Нормально Улетела Там Оттуда Призма Переживаю Оскар Оскар Зря Переживаю Здесь Второй Уже Хоготь Здесь Гидра Поперла В рейндж Гидре Дронов 47 на 27 Короче Все Замечательно Глев Сентри Выдвигается Сейчас Будет Пытаться За Два Архона Заморфит У нас А Даже Три Архона Заморфит У нас Пейшенс И Попытаются С этим Миксом Продавить Скарлетт Но Я думаю Что Ничего Здесь Не Выйдет Абсолютно Но Это Еще Только первая Игра Так что Нужно Понимать Что Будет Это не Реведжеры Они Не Умеют Филды Пробивать Но Кончаются Филды И Линго Бэллинги Спускаются Вниз 1-0 Скарлетт Ребятки 50 1-60 Призму Фокусит Конечно Фокусит Призму Скарлетт ГГ Пишем Выходим Отлично А я Закрываю Акну И Вотвращаюсь Клан Назад Так Это Кин Ожидает Да А я Прыгаю К Фэйшенсу Сейчас Остальные Сойдут Фэйшен Фэйшен Ну что же, 1-0 скалит, вторая игра начинается. Так, что у нас там, на gg-плеере 120 человек, на твиче почти сотка, а нет 67, у кооп сиделись с твичок вот ушли, на гг-плееры ушли что ли. Ну а я приветствую всех, вот. Опять два гейта от пациента, кстати говоря, а у скалит пул первый вообще с мейна, ну кстати идеальная контра двум гейтам, что ни говори, особенно если они без разведки идут так, как оккупейшнсы. Я вас всех приветствую, зовите всех сюда, сегодня, после данного турнира, так пробку видит скалит, а отбежать же ее надо. Скалит, что ж ты делаешь-то? Блин, ну зачем так нагло это действовать? Надо было бежать пробку, он бы не стал ботилка делать бы тогда, ну что за чушь. Скалит, поднимается скалит на хг, так почему скалит так нагло поднимается на хг, что пациент ей дает подняться просто. Пробки пытаются убить лингов. Ну три линга погибает, но зелок-то выходит и все в порядке здесь. 13-20 парабам, скалит еще два линга, при этом все заказано, что самое главное. Не надо отдавать столько собак, еще собачка падает одна. Еще раз скалит, начинает крошить пилончик. Две пробочки уничтожены. Пэйшенс-то тут терпит вообще пока, причем серьезно очень терпит, я должен вам отметить. 16-15, уже четыре раба, все, рабочих у скалит сейчас даже больше станет, чем у пэйшенса. Еще пробочку скалит, фокусит. Адеп тут собак принимает спокойно абсолютно. Эти четыре уже никуда не денутся, что ж ты делаешь-то, скалит? У пэйшенса, понимаете, еще и рабы-то не строятся в это время. Не надо бояться, эти собаки последнюю пробку могут грызть только и все, я думаю. Хотя нет, смотрите, не последнюю даже. Не, с адептом последнюю, скорее всего. Так, еще одна пробочка на второй гибнет в базе. Просто скалит, смотрите, семь пробок убивает. Ну вот это грамотный контроль, это корейский контроль, нормальный контроль собак против рабочих. У пэйшенса полная задница. 2717 парабам, ему надо идти в контратаку. Скалит сейчас поставит третью хату, уже ставит. Все, что нужно скалит, добавить еще собак. Три линга, надо добавить еще штук шесть просто. А, пэйшенс даже не пошел вперед, это фейки, разводы. Как-то так. Ну а вы помните, ребят, чтобы поддерживать на меня и мой канал, подписывайтесь на премиумы. Отключайте адлуки. По реквенитописанию через плеер напиливайте обязательно. Тоже. Сегодня, я думаю, Варди Викли будет, но Варди Викли Варди перенес на завтра почему-то. Ну, видимо, как раз таки из-за этого турнира шикарейцы подустанут. Обычно у него в 2 часа он начинается. Ну, примерно 2, я думаю, что эти отборочные и кончатся. Обычно они так кончаются. Так, 2938 парабам, пэйшенс нормально. Тут рабочих отстров. Ускалит Коготь, ускалит третья хата. Надо добавить Бэйлинг Нест просто. 5 адептов без Глеф, навряд ли что-то серьезное могут сделать здесь. Хотя, если 9 лингов всего будет, может быть, что-то и сделают. Серьезного даже они с контроля в центре что-то ускалят. Нет совсем адептов, заходят 5 штук. 6 лингов. Хотя, лингов так, 7, 6, 8 строится. Две плетчики пошли ускалят в рабах, что ли. Да, на третьей базе вообще ничего нету там. Адепты заходят, становятся так, как им нужно. 24 линга. Опять, кстати говоря, будет Бэйлинг под пуш идти. А, здесь вообще пробки на manual patience, ё-моё. Дроны по линге, простите. И Скалит еще сгрызает 7 просто пробок. Как-то нелепо. Надо рабов переводить. Адепты ушли, вот они стоят. Скалит видит, где они стоят? Что боится-то? Выход будет вообще, нет? Ну, надо, пусть стоят они там, лингов-то строятся. Масс, масс, масс сейчас. Нужно выйти на аморфить Бэйнов просто через третью хату, через третий нексус и все. Здорово, вердос. Да, видел в скайпе объявление, что у Репчика это день рождения сегодня. Непонятно, что Скалит делает. 9 бэйнов сверху поперло. Здесь стеночка восстанавливается. 18 лингов еще строится. 5 адептов заходят через третью хату. Сейчас Скалит начинает пассент крошить. Здесь все. 3 адепт телепортируются ко второй базе. Так, новые-новенькие бэйлинги делаются. Ну, сейчас Скалит очень жестко зайдет к пейшнсу. Очень жестко. Ну, сколько рабочих-то можно терять уже? 43 пробки на там 30 дронов поперло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как пейшнс идеально контрит этот врыв сейчас. Скалит, это жесть какая-то. Но еще пока полностью не законтрил, кстати. Он врыв должен, а я отметить. Но сейчас Даркшайн доделается. Такие игры отдавать Скалит... Ну, зачем ты это делаешь? Что Скалит передумал ломиться? Призма летает тут в районе ее базы. Плетка есть. Спорки нет. Зато есть оверсир. Скалит решила, что нет. Лучше отбиться дома. Ну и кстати, это имеет все основания под собой. Так. На второй базе Дарк начинает крошать. Здесь клинги окружают моментально. На мейн прилетает. Здесь есть чем встретить. Спорки, правда, нет. На дронов заказывать-то 50-45 парабам. Боевого лимита Скалит больше. Ну, пейшнс-то за счет экономики сейчас спокойно выйдет третий Нексус. Просто и все. Как вот умудряется перевернуть так? А точка 54 рус активировал премиум на ваш канал. Так, спасибо за премиум. Короче, 7 роучей поперло. Скалит будет давить, еще продолжать. Это факт. Я думаю, Линго Бэй на роучей реводжерами. Хогуть есть. Вторая атака чуть не делается. У пациента 0 фаржей. Фаржей нет, грейдов нету. Так, два зелка. Архон начинается. Харас на мэне. Надо в призму ковырять сейчас. Через королеву пролетает пациент. Ну, Скалит молодец. Подконтрольно поддемеджило. Неужели вторую королеву? Было бы две королевы, было бы ггнчик уже бы. Где три-то их вообще всех? Ой, а вот третья. Вообще стоит инъекция. Здесь нет тупо на базе на второй почему-то. Сейчас еще один Архон сольется. С двумя уже Архонами, понятное дело. Харас начнется. С Рабам уже Скалит больше. Делает шпиль на всякий случай. Скалит. Ой-ой-ой, королеву не терять. Терять, терять. Нельзя потерять. Нельзя не потерять, когда Архоны окружили ее уже и кайтят просто. В тупую, как бы. Если проучей больше было, может быть, что-нибудь там получилось бы. Но не в таком раскладе, как сейчас вы видели. Так, оверы здесь Скалит. Еще заминусовал Пэйшенс. У Лимит у Скалит в любом случае больше. Коготь второй делается. Шпиль делается. Что в шпиле? А Рапторов пару штучек. Четвертая хата делается. Пэйшенс наконец-то Грейт на атаку пошел. И Пэйшенс в атаку пошел сейчас сам. Так, Архончики летят. Сюда надо Королеву под Плёточку уводить. Тут как бы ей будет шанс хоть призму подолбить маленечко. Не хватает. О, конечно, очень сильно. Так, выходит Скалит. Видит, что Пэйшенс очень много. Восемь муталей заказано. Уже первые несколько готовы. Реводжеры морфятся. Пэйшенс заходят вперед. Реводжеры, чтоб филды убивать, конечно, делаются. Вот они готовы. Нужно... Так. Где убийство филдов? Вот убийство филдов пошло. Так. Еще новые филды от пациентов. Линги заходят неплохо. Начинают нагрызать. Реводжеры где-то сзади там тормозят. Архонщики падают. Пэйшенс очень много, да? Варп сейчас. По призме достает ли Скалит? Да, достает. Но призма еще живая пока, между прочим. Хватит ли Пэйшенса вот этого лимита, чтоб пробить? Скорее всего, да. Грейт на атаку есть. Хотя Архон падает. Здесь в такой ситуации дроны могут помочь. А где муталейские-то? Все слились уже. Скалит отменила муталейсков, походу, всех. Я чуть не пойму, как это произошло. Почему мутки-то нет? Кстати, с дронами Скалит-то отбивает. Смотрите. Мазерфор падает. Архонщики терпят. Сталкеры без блин... А! Сталкер-то без блинка! Ёма! Сталкер-то без блинка! Дронов надо восстанавливать. Три муталейска делают, чтоб призму Харас, видимо, отбить. Я не знаю, для чего там Скалит муталейсков делает. Семь уже. Куда мутку-то? А! Харас мутный пойдет сейчас. Кстати, без блинковых сталкеров можно захарасить. Муткой будет Скалит. Но нужно дронов восстанавливать. Ну, 50 еще выжило, нужно отметить. То есть, это достаточно много. Нужно грамотно распределить. Да, с мейна на вторую перевести. Сюда на четвертый до заказик бы дрончиков сделать. Мутки 7 штук. Готово. Нужно лететь на мейн сейчас, что и делает Скалит. Кстати, здесь ничем не прикрыт мейн абсолютно. Сталкеры пошли именно туда, на мейн. Один адепт появляется на четвертой базе, но его надо бы выгнать отсюда. Он становится крип есть, а вижена нет. Самое породительное здесь. Два архона прилетают на мейн вечере. Так. Насколько внимателен этот говнюк. Говнюк Пэйшенс, да? Просто. Один адептик мутку здесь спалил. Вот всем бы быть такими, как Пэйшенс, внимательными. И все. И он готов уже встречать. Он просто сталкеров приводит туда, куда нужно. А Скалит дронов не строит. Скалит что-то боевого лимита здесь наштамповал. А толку? Толку никакого нету. Так. Бэйны делаются. Вот у нас реводжеры линги идут вперед. Мутка минус одна. Короче, сверх внимательный Пэйшенс и Скалит с ошибками здесь все делает. Так. Чего Скалит боится? Ну, Пэйшенс отойдет. Скалит слишком много здесь. А она боится драться. Ну, что такое? Апсервера мутка не фокусит почему-то. А вот мутка заново на мейн врывается. Смотрите. Экономики дамажить будут сейчас. Дружочек Пэйшенс. Так. Здесь сталкеры не успевают блинкануться. Скалит. Пытается пациент тут принять. Скалит принять бой против пациента. Сталкер прям в армии Скалит затесался здесь. Билды ставить непонятно куда уже. Линги Бэйлинги заходят. Ну и Морклы затанчили. Там дэмэджа много. Еще Бэйлинги проходят. Еще взрываются. Какие-то фрезы идут. Здесь мутка заново врывается на мейн. Скалит. Понимает, что сталкеры Топэйшенс наверняка ушли оттуда. Сейчас. Здесь на муве ходят сталкера Иммортал. Скалит. Ничего не делает вообще с ними. Так. Сталкеров несколько штучек убивает. В это время Контр Харас какой-то там был. Рабочих вообще нету. Ну что за вред вообще на таком лимите. Чушь полная. Здесь можно... Королева отдается. Короче. Невероятно много ошибок от Скалит. Пэйшенс здесь выравнивает ситуацию. Очень даже легко. Арху... Дархуф варкиться просто не мель. Да. Все что нужно пациенту это Архуны. Они дэмэдж бонус имеют. Они танковать будут просто прекрасно в данной ситуации. Сталкеры контролят Ксилнагу. Скалит поплыло здесь как-то. Столько возможностей было после вот этого начала перевернуть. Что я поражаю, что так как-то она сумбурно действует сейчас. Рабов не отстраивается вообще. Ну что вот это такое. Здесь два дрона стоят. Полная чушь блин. Газ не везде даже забывается. Сталкера пытается Скалит подловить. Бейлинги врываются. Вархонов Сент-3 нужно фокусить. Сент-3 отфокусило Скалит. Ну... Так. Агрессивный подблинг со спинами Сталкеров идет. 3-4 Эморкла плюс 3 Архона. Фаербулы заходят. Архонов минусует Скалит. Ну тут ничего не остается у самой тут в миксе. Просто ничего не остается. Реводжеров нет. А голые линго-бейлинги не способны перевернуть здесь за место. Так. Тем более там... Если б вот муток было не 4 штуки, 5, а штук 10 хотя бы, то харас бы эффективный был бы. Контр харас-то, да? Может быть что-нибудь получилось бы тогда из этого. Но... Мутки маловато, мягко говоря. Дроны переселяются с мейна на дальнюю базу. Здесь 7 дронов Скалит. Вот это вот... Воевать на 30 дронах и только там по факту уже потом дрончиков пилить, это очень плохо. Надо гораздо раньше было Скалит это делать. Мутка 3 штучки, ему 3 муталиска остается. Но они продолжают хараситься. Упэйшн с рабов меньше стало, что самое интересное. Ой, тут 3 пробки таких сладеньких на газе. Но живых. Лингов все больше и больше. Но без реводжеров тяжко будет. А в сервер спокойно летает без... Без оверсира не обнаружить. Вот вы... Если оверсира с армией держать, обсловите, мутка 3 штучки улетает и харасит. Принимает 2-1, Грэйды у Скалит с этими лишними. Так, джейс, привет. Это финальная квалификация в названии стрима. Это отражено. Крипа у Скалит, конечно, просто великолепное количество. Здесь куда-то призма полетела, куда она полетела. Можно ее принять просто спокойно сейчас. Так, Дарк на третьей базе обрисовался. Нужно встретить его. Куда? Оверсир и мимо все мимо летит. Вот же он, Дарк этот, летает. Так, здесь лингов забегания на 4-ый никс идет. Скалит, вывози лингов. Ё-моё, сколько лингов минус. Жесть просто какая-то. Разве что пилоны они погрызли здесь. Разменять 3 цах у лингов на 3 пилона. Прохлада, прохлада очень большая. Так, у Талиска в 9 и еще сейчас 9 будет. Скалит решила мутку замазить. Кстати, решение интересное. Газа много, но надо вот здесь на этой базе газ напиливать. Иначе сейчас будет еще проседание по газу и бейлингов просто невозможность будет напилить. 3 бейна есть у Скалит. Сейчас это крайне мало 3 бейлинга. Она в лоб не сможет драться. Вот если сейчас Пейшенс ломанется вперед шальным выходом, то Скалит ничего не сможет сделать. А если... Весь газ в мутку вложим? Ну что за хрень вообще? На что бейлингов-то делать не пойму. Всё, мута сейчас будет врываться. Здесь 3 сталкера стоит крестом. 8, если быть точным. Всё, пора врываться. Вот они, сталкера. Даркшайн надо отфокусить, чтоб архонов больше пациент не делал. А он больше и не делает. Ну пожалуйста, Пейшенс не будь дураком. Понимает, что у Скалит не так уж много боевого лимита здесь. Муталис, то есть сталкеры они мутку прогонят. А здесь, если мутка вернется, ему вообще пофиг как бы. Прям под архонами бейлинги. Да что ты делаешь-то? Ё-моё, ну как можно так стопориться-то? Даже жесть какая-то. Мутка возвращается, сталкеры на блинги. Сейчас моментально вернутся просто. Бейлинги заходят. Блинги, кстати, хорошо зашли. Призму надо фокусить. Сталкеры приходят с тыла. ГГ, Скалит. 1-1. Ужасное, ужасное планирование вообще. Здесь Пейшенс царь вообще, конечно, просто. Вот правильно, мутки подмастить, подхарасить мейн. Где оборона? Почему бейлинги в последнюю секунду морфятся? Ну чушь же полная, блин. А Пейшенс может не позволить такое халявное начало Скалит. Ведь как сейчас было это. Вот в чем прикол. Прыгаем к пациентику. Прыгаем к пациенту. Прыгаем к пациенту. Так, там что-то другой хост, что ли? Нет? Хост этот. Прыгаем к пациенту. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто... Ну вот как так получается-то, я не понимаю... Только что он мог ни хрена не увидеть, а в итоге он всё видит, хату прыляет, это ГГ, скалит, короче... В решающей игре, когда ты проиграл такую игру, делать хату, ну это чушь полная. Здесь два зелка, здесь мазеркор, ничего не сделать уже будет. Надо было, блин, я не знаю, короче... Дронов раньше выводить. Да нет, здесь два зелка сейчас будут, здесь мазеркор сейчас будет. Так, плётка одна, единственная заказана. Второй зелок выходит, да ну здесь куда там. Мазеркор сейчас выйдет. Так, одна снизу там плёточка пошла. Мазеркор очень важно сейчас, знаете что, от контроля зелков лингами и мазеркор не подставлять королеву под зелков. Вот что очень важно здесь для скалит. Так, адеп первый выходит. Надо свалить отсюда, вон. Так, мазеркор ковыряет. Сейчас королевой скалит, это очень важно сейчас, что так именно королевой получается заковырять. Крипту можно оставить пока что. Так, пробочка минус. Кстати, пока что для скалит всё замечательно. Проходит, плётка сейчас будет готова на лоу-граунде лингов всё больше и больше. Сейчас уже муф лингом будет готов. Так, лингом пора заходить. Так, оверчаж выманился. Всё, отлично, оверчажа пока не будет. Плёточка вниз копается сейчас. Королева вторая будет готова. Так пейшн затупил, он просто просирает этот плётка раш вообще, жесть. Мазеркор сейчас будет уничтожен просто-напросто. Надо идти вперёд королевам, плётки вперёд подводятся сейчас. Плётку надо вывести, конечно. Трансьюз надо плёточку сейчас сделать. Первая морт устроится, но он уже может и не спасти, понимаете? Этот имморфл. Очень прикол. Трансьюзить надо плетон, скис. Сейчас имморфл увыет, эту плётку может расколупать. Если успеет варв доделаться, а варв успеет доделаться, это очень плохо для скалер. Здесь глухая, кстати, стенка у пейшнса. Лингов всё больше и больше. Королева строится, но сапплай блок... Не, да, тут как-то пейшнс... Казалось, сначала шансы есть неплохие, но потом пейшнс успел настраивать здесь юнитов очень много. И два иммортла уже будет. Хотя ещё шансы есть у скалет определённо. Крептумор 1 она установилась сейчас. Ещё одна плёточка ставится сверху. Вторая отводит снимочка назад. Гиппи будут под ударом. Лингов всё больше и больше делается. То есть лингов задача будет просто удачно ворваться. Центрей новых сейчас не может пейшнс наварпать, потому что, как вы понимаете, без кибернетки-то их и не наварпить. Три королевы будут сейчас. Это тоже важный момент. Зилки воркаться. Так, два иммортла готовы здесь у пейшнса. До пилона будет доставать пациент? Всё-таки я не уверен, что до пилона будет пациент доставать. Ну а как подойти к пилонам? Пейшнсу сейчас нужно выдержать свою стеночку вот эту из пилонов, чтобы линги никак его не окружили. Это очевидный момент, да, как бы. Мазерфор теряет пейшнс на трёх королевах просто мгновенно сейчас. Уверчажей больше не будет пока что. Так, пытается тут пациент, короче, плётку заковырять. Идут линги вперёд. Пилдов просто дофига. Плёточка одна падает. Одна из плёточек падает, я имею в виду. Королева пытается иммортла забрать или не иммортла. Они что там вообще забирают, я не понимаю. Так, отступает скаля. Десять лингов ещё делается. Третий иммортал уже морфится здесь. Так, здесь попытка забрать будет плётку. Очевидная, да. Иммортал плётку ковыряет. Нельзя дать забрать плётку. Кончился уверчаж. Пилд пошёл раз, пилд пошёл два. Пилд зарешал. Три имма здесь есть. И мы пытаются забрать плетонски. Один иммортал падает. Королевы зашли куда-то далековато. Слишком плётку можно было бы отвезти сейчас. Линги прорываются на мейн. В рабов. Несколько рабочих скаля забирают пейшенсу. Очень критическая ситуация складывается здесь для скаля. Потому что пейшенса много, слишком юнитов. Начинает пилды грызть пейшенсу сейчас скаля. Если внизу будет этот анклавчик убит, а анклавчик убит, то для пейшенса всё печально закончится, скорее всего. Потому что здесь прироста не будет. Вообще прироста нету больше у пейшенса, ребята. Очень напряженная прокси хата. Так, копается плётка ближе. Так, поля скаля снимает эморфлым этим. В наглую. Просто сейчас ещё один может выйти эморфл. Минус центря. Королеву бы не мешало бы новую скаля строить. И я бы на её месте ещё плётки привёл бы, построил бы ещё, да? Третья эморфлая. О-о-о-о, пейшенс третьего эморфлая отстроила печально для скаля. Плётка еле уходит. Нет, что-то пейшенс здесь отбивается. Всё равно такое ощущение. Хотя 12 пробок у него осталось. У скаля достаточно много здесь рабочих. Королева выдвигает вперёд. Скаля видит? Не-а. Пилон скаля не видит. То есть, если захочется скаля построить сейчас хату, то она не сможет этого сделать физически, как бы. Так, попытка вынести роба неудачная крайне. Нескалингов отдано вообще в никуда. Четвёртый эморфл сейчас выйдет. Ё-моё, два гейта добавляется. Кибернетка есть. То есть, будут SN3 новенькие сейчас. Всё будет нормально. Здесь у скалят можно адептов запилить. Ой, печаль какая. Гастеройна. Здесь два адепта в контр-рыв. Ё-моё, здесь пилон, скажет, не видит. Вот в чём дело. Здесь адепты-то в контр-рыв идут. Всё, ГГ скалят. Офигеть. Просто такая игра. Да. Надо проверять пилоны на второй базе. Что тут говорить? Линги убегают домой сейчас. Реводжер один морфит. Сейчас пейшн спаем, что надо вперёд ворваться просто и всё. Так, собаки сейчас придут. На мэйне, конечно, грызут. И тут всех адептов. Две штучки. Гроны возвращаются на добычу. Лингов назад надо вести скалят. Кому же быстрее сейчас. Реводжер один есть. У версиров возможности заморфить нет. Поэтому обсервер спокойно сверху там висит. Так, ещё реводжер попёр. Не, ну пейшнс учитываешь так пассивно с реводжером с этим действовал. Вот он мог на оклике вперёд сейчас пойти. Убить на самом деле всё это дело как бы. Но он стоял, что-то ждал непонятно. Ну правда сейчас будет 5 имморталов. И я без понятия, как скалят собирается убивать. Лингов всего 29 штук. Это крайне мало 29 лингов, ребят. Я вам честно скажу. Так, пошёл замес. Плёточка есть. Трансью заедут. Мазеркор надо убить. Линги забегают. Ну ты просто уверчашь поставлять. Пятый иммортал выходит. Ну по первому уверчашь проходит. Очень неплохой. Королев тут много. Ну одни ролучи остались. Собак не хватает. Здесь 5 имморталов дохлых. 1 адепт дохлый. 1 сентря. Так, пошёл замес. Плёточка сразу падает. Королевы танчат очень неплохо. Роучи идут вперёд. Нужно и покусить имморталов. Где линги? Лингов что-то не видать вообще. Лингов не видать. Два иммортала снизу отбились от стаи. Если так можно выразиться. Эти два иммортала будут уничтожены. Сейчас скалят в тупу днях. Где линги-то все? Линги где-то сзади вообще бегают. Там не понять где. Так. Имморталы на лоу-граунде уничтожены. Две штучки. Линги подбегают. Новейшие сейчас. Просто игра до сих пор непонятно, кто победит здесь. Ещё раз по имморталам. Залпы идут. Линги заходят на хг. Фаербольчиками скалят. Отгонят пилон надо снизу. Конечно забирать сейчас. Блин, иммортал. Смотрите какой. На 6 хп ходит пилон. Не может скалить. Забрать один там хп осталось. Сколько вообще непонятно. Всё. Пилончик выбивает. Скалят продакшена здесь пока что не будет. Но здесь два иммортала. Два сталкера. Сентря. Ещё роучи новые выходят. Надо из них сразу же реведжеров делать. Скалят это понимает. Делает реведжеров. Сейчас третий иммортал. Если выйдет, будет полная печаль. Пилон заказан. А как только пилон доделается, он сразу же выйдет. Этот иммортал. Реведжеров, правда, больше и больше ускали. Становится всё. Блин, жесть вообще. Такая игра. Просто топчик. Топчик проксихата. Я такого давно за место не видел. Три иммортала готовы. Все уже с закулдаунившимися полями. Так, выходит роуч. Надо заходить в филды. Хорошие тут ставятся. Фаербулл уход проходит мимо. Реведжеров прямо на морфик укусит. Пэйшн скалят сейчас. Роучи всё ново-ново выходят. Линги вышли очень вовремя. Если иммортал потеряет пациента, всё, это для него провал. Иммортал всех пока не теряет. Но фаербольщики здесь... Точнее, фаербольщики, да, кулдаунивши. Один иммортал всё лишь остался здесь. И сейчас у Пэйшнса пробочки спускаются. Пэйшнс всё-таки законтролирует. Здесь надо с лингами бой принимать обязательно. Филд пошёл. Два роучи выходит новеньких. Так, уходят. А не скрипа надо морфить там их. Ну, хату терять ни в коем случае нельзя было. Скалят, а чё она не морфит? Треводжеров-то две штуки можно было заморфить. Ну, что за бред? Минералы кончаются. Так, овер делается. Овер сейчас всё. Да, похоже, что пациент здесь всё-таки справился с задачей обороны. Очередной овер-минус. Сейчас ещё овера можно было бы минуснуть бы вообще. Ещё один летает. Сейчас ещё одного Пэйшнс убьёт. Скалит не может что сделать. Дроны вперёд едут. С дронами, да, попытаться что-то сделать. Ещё один Эмморт устроится. Второй. Дронами сверху надо объезжать. По-другому вариантов я просто не вижу. Так, здесь надо затрансьюзить срочно Реводжера. Обязательно надо затрансьюзить его. Грувучий вообще сзади желательно держать, чтобы они в Реводжеров сразу морфились. Трансьюзить Реводжер. На, пока энергия есть. Что такое? Скалит не делает этого. Ну, в Пэйшнсу потрачен весь газ, короче говоря, в центре и... Не-не, ДГ. Жесть вообще. Игра, конечно, просто... Получилась... Игра получилась просто жесть, ребята. Инновэйшн против Пэйшнса. Будет биться. Да. Вау. Пэйшн. Игра. Да, прокси хата Получилось, конечно, на заглядение Здесь, но Не хватает Скалет Пейшенс вначале допустил ошибки Пейшенсу нужно было Выбивать плетки У него было 2 зилка адепт Он там царствовал просто спокойно А почему-то затупил Поехали Так Не заметил я А вот Пейшенс против инновейшенс Пейшенс против инновейшенс Инновейшенс, да Скалет Я не знаю, на кого там попадет внизу На статсо, либо на Дейра Либо на Классика На Протсов попадет Скалет Сузбьяна в Узерах Ой, там жесть какая Узерах-то творится А вот Делаю Продолжение следует... 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 шатал на мэне. И, судя по всему, минки в этом дропе были, иначе бы Фениксы не были бы такие дэмэджиные. Так, пытается на Вейшн уйти. Пейшнс летел вперёд. Здесь хитрая минка с Ксилнаги всё палит. Пейшнс даже не проверил Ксилнагу. Это ошибка. Пожалуйста. Минус Феникс новенький, причём. Но минку Пейшнс наказал эту всё-таки. Так, здесь две минки на третьей базе закопаны до сих пор. Инновейшн их не выкапывает, потому что зачем их выкапывать? Они могут сейчас на халяву стрельнуть просто. Вторая атака, блинк у Пейшнса. Здесь на мэне две фотоночки. Правильно. Фотонок пару. Перестраховаться. Но здесь четыре либератора. И как он с ними будет бороться Пейшнс? Я подойду, ребят, сейчас. Окошко прикрою. Что-то сегодня холодно как-то. То ли ветер дует в окно, как-то про холодно. Так. Ну вот, пожалуйста, один либератор уже минус практически, но Пейшнс не смог его как-то отфокусить в итоге. Даже этого либератора умудрился уйти из-под них, но тут просто инновейшн так разложился, что вынуждает Пейшнса лезть прямо туда, под вот эти все под вот эти все либераторы. Танчик разваливает пилу на неприятно. Медленно, но верно, я бы сказал бы. Пениксы не могут помочь. Там био прикрывает. Либераторов четыре штуки. Даже пять либераторов. ГГ Пейшнс пишет. Блин, инновейшнс какой-то монстрос. Чё-то он просто, ну, вроде как нормально всё Пейшнса было. Экономика всё чётко. Даже прямо нравилось мне, как здание стоит. Ну, инновейшн знает, что делать. Первый выход, в общем-то, обороняет свою третью цсеху. То есть, пока этот выход идёт, борьба в центре. Ставится цсешечкой, тираном. Третья. Ну и потом поджим идёт уже с третьей цсехой. Точнее, до третьей ещё. Потом уже по обстоятельствам там как бы всё это происходит. Третья. Так, ну, все здесь. Третья. Так, 1-0 инновейшн. Поехали. Вторая карта чаще у нас. КСМ готов. КСМ готов. КСМ готов. КСМ готов Привет, Евгми Извини, это Т9 Пофиг, ничего страшного, ребят Наши КСМ атакованы Так, КСМ наши атакованы Ну что же, ЦЦНчик пошел Так, все, три пробки на газе На этом тоже становятся На этом уже три было 15 здесь на минералах Нексус достраивается Адептик пилится Пробка возвращается На ее можно уже на второй, в принципе, оставить базе Потому что там 16 на мэне, да? И Старгейт пошел Плейшнс что-то все время в Старгейт играет Не знаю, очень часто Протс сейчас в Старгейт начали играть С какой-то стороны эффективно Достаточно от минок Всяких этих передропов Но потом вот, как бы, зачастую При грамотных действиях тирана Если уже дал Протс подойти Либераторами Да, вот этим всем делом К нему То Фениксы уже практически Ничего и сделать-то не могут Как вот в этой игре было Ну, с другой стороны Так и по-любому Билду может быть Не надо тут Говорить именно о юнитах А нужно говорить о том Как играет сейчас Инновейшн Инновейшн сейчас просто Жестик И с этим нельзя Поспорить Так, за ЦЦ Хайминка копается Сейчас хитро Вон она там Зарыта Так, два адепта уже здесь Но мариков пять, блин Пять мариков Двух адептов Расковыряют Тем более Семь мариков Три адепта Я уже говорил Они Зал пока Марика убивают Уже попроще Двум было попроще Когда они Залпы убивали В старых патчах Да, изи два адепта С пятью мариками Могли подраться Просто подходишь Чик одного Отошел Когда я подождал Чик второго Адептов Местами меняешь То есть Которые демеджены Чуть назад Отводишь И все Так Даже вторую КСМку Пэйшенс Не получилось Добить Но я не знаю Врываться на вторую базу Даже учитывая Вероятность Нахождения Минки На мэне Это как-то печально Уп Минус две пробочки Здесь пожалуйста А сколько Привез мина К одну Все Минку привез Инновейшн В прошлый раз Привез две И ничего Ими не сделал В этот раз Одной Две пробки Убил Ну он просто Не стал рисковать И одна Минка может Понапрягать Как бы немножечко И он понял Что этого Достаточно будет Видел ли он Нексус третий Нет Смотрите Мимо летал И не видел А у Пэйшенс Он уже почти готов Между прочим И плюс два Гейта Добавляется Гейт осика Так Ну что тут Все летает Мимо Что-то 45 энергии Варахум Какой прикол Без драки Гэйт писать Ну давай Напишем Пэйшенсу Что я Вич Блин Предъявляет Что без драки Он Гэгэйт пишет Пэйшенс Тогда Почувствует Стыд Покраснеет Веси Больше Никогда Так делать Не будет Походу Дело Ну а Когда Либератор Вот Твой Нексус Как бы Стоит А вот Круг от Либератора Здесь От четырех Проходит Как бы А сзади Био Стоит То Если Это не Назвать Дракой То Что Назвать Дракой А я Не знаю Или Надо Все Послать Просто Чтобы Без потерь Тиран Убил Понять Свою Слабость Получить Минус Морально Следующую Вдруг Так Плюс Три Пилонового Пациентика На третьей Базе Ну Боевого Лимита Почти Вот Это Стандартный Расклад Тиран В основном Как бы То есть Тираны Сейчас Не спешат Никогда С третьей Базой Они Развиваются С двух Вот Стиле Инновейшна И Только Потом Начинают Добавлять Уже Третий Нексус При Выходе Имея Доминирующее Положение По Боевому Лимиту А сейчас Абсолют Ну вот Пожалуйста Ну что это За ошибки Ну Летаешь Летаешь Ну не летай Как Лунтик Тогда Ёмаё Куда Ты Подлетел Тут Два Феникса Марики А прикиньте Инновейшн Стим Пачнулся Там Не Два Там Всех Четыре Отлетело Сейчас Феникса Все Таки Сбил Медиваг Ковырял Ковырял И Отковырял В итоге Через Несколько Секунд Будут Силды Пошли Минки Копаются Адепты Все еще Без Глев Часть Адептов Агрикса Вперед Идет Что-то Как-то Больно Здесь Может быть По-моему Фейшнс Это Сейчас Фейшнс Бьется Неплохо Бьется Минус Феникса Казалось Что Неплохо Бьется Минус Адепты Похоже Уже Это 2 0 Танчик Пытается Поднять Поднимает Танчик Марики Фукусит Просто Все 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 Сталкеры Да Вар Танчик Все-таки Фейшнс Убрал Два Либератора Прилетели Которых Прикрывают Два Амарика И Четыре Минки Блин И ты С этим Ничего Не можешь Сделать Просто Вот Что Значит Тиран Блин Так Еще Довар Пойдет Почему Почему Адепты Варпятся А не Сталкеры Сталкерами Хоть Отбиться Здесь Можно В тыл Зайти Может Адепты Блочат Перерос Сталкерами Обойти Сзади Какими Нибудь Я не знаю Так Уходит Инновейшн Назад Это важный Момент Сейчас Тут Уже В тылу Адептов Образовалось Три Плюс Вот этих Десять Семь штук Да Три Плюс Семь Десять Адептиков Так Минка Как же Они Бомбят Эти Минки Просто Жесть Ну Стопудово Я думаю Минкам Сплэш Надо Снять Вообще Немножечко Дэмэджа По полям Семь штук Семь штук Семь штук Вот это Вот это Реально На таких Стадиях Я смотрю Это для Протса Практически Неотбиваемый Микс Либератора Минки Реально Да Нужно Какой-то Компонент Чуть-чуть Подослабить Ну Не сказать Что Пэйшнс Правда Идеально Здесь Отыграл Так Один Фи Два Феникса Смотрите Шатают Потому что Био Нету Здесь Минки На КД Сейчас В это Время Пэйшнс Контратак Инновейшн Огоняет Сейчас На Минки Зайдет И это Минус Все Будет Ёма Как Минки Унижают У них Слишком Жесткий Да Сплэш Инновейшн Ну Это Ожидаемый Результат Признаться Честно Для меня Как бы Ну Все-таки Надо Что-то Было Глянуть Так Янсу Убил Убил На Ноль Уже Зайдет Лассир Объял Трэп У нас Такие Пара Есть Они Все Начали Судя По Всему Уже Играть Скальдс Дир Бьется Бьется Кстати Я бы Зевст Лассира Выглянул Пожалуй Лассира Смотрит ли кто Незвест Лассира Вот В чем Вопрос Кажется Этот Рэп Бьется Забияла Ну Я Поход Не Успел Уже Очень Жаль Что Я Туда Не Успел Забияла 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 Забия 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 Неужели никто лес-то даже не стримит, а? Что-то Мару Гумиху слишком много людей. Листрий. Уже начали, блин. Уже начали, походу. Печаль, блин, полная. Ой, успел, ой, успел просто царь вообще. Печаль. Так. Так, 1.0 в чью-то пользу. Так, 1.0 в чью-то пользу. Печаль. Так, 2.0 в чью-то пользу. так гугл добавил спасибо ему а Так, а что он писал мне? Кто там ведет? Я что-то проморгал вообще все. Лассира 1-0. Вот это неожиданно. Лассира ведет Деста 1-0, пацаны. Надо, даю Дукиму Грейтлиберам сделать, чтобы минки из кузова можно было дробовать. А минки еще стреляли ракеткой и раскладываться в Сич могли тоже. Только мелким таким, с пистолета руку доставали в такую и хэдшот адептом ставили вот так вот. Короче, это было очень интересно. Так, ну тут, короче говоря, пробочка туда-сюда катается. Наконец-то ПВЗ посмотрим, хоть сколько ПВЗ уже не видел. Одни тираны сплошные, причем протусов унижают. Мне уже это достало, короче. Не всегда, конечно, иногда бывает. Хиро стрельнут, заадаптируют кого-нибудь там, или Зес, я не знаю, Бьянчика. Но Бьянчик сейчас и не самый сильный-то. В общем-то, это очевидно, да? Как бы инновейшн, он как Монстрит вообще. И вы сами все видите. Не знаю, кто там в Скаледу пойдет. Так, ну и тестовый премиум у всех ли 60 мин, я не знаю. Но недавно писал Локич, что грейданули как-то тестовый премиум там, типа. Возможно, да, увеличили время просмотра. Так, ну вихрь. Карта, кстати, большая такая получается. Здесь-то Глебчики пошли на мэнни. Плюс два гейта. Городит он, как обычно, стенки. Здесь еще можно раз-два пилинуть. Вообще будет жесть. Стенище просто. Хрен пробьешь, что называется. Ну, вроде бы-то ничего практически не сделали. У Лассира. Смотрите, Лассира играет так, как играя Скалед примерно. С Беллинг Нестом. С Валюшненом, с Когтем, с Мулингов. Будет ли вот единственное, это Беллинг подпуш или будет это... Просто стабильный выход в экономику. То есть, заказ дронов и прием адептов Глебами с Беллингами. Вот это вопрос, конечно, хороший. И видно, что Дест пойдет на Глебах вперед. Пять адептов, правда, у него всего. И два старгейта пошло. Так, здесь три гейта. Два старгейта могут, значит, просто Феникса Харас с выходом в землю. Может это быть выход и в карьеру в перспективе даже. Нет. Дест идет в такой тайминг адептов. Может быть, Лассир и хотел бы подпушить Деста, но... Так. Сколько Беллингов? Один взорвался сюда или два? Судя по всему, два взорвалось. Так. Ну, третий Нексус точно Беллинг бастит. Лассира, который сверхагрессивной Зеркой не будет Беллинг бастить. Да, это прохладная тема. Вот три Беллинга идут вперед. Ну, он сейчас Дрону, правда, мастит. Так, приходит Прейсинг. Ну, Беллингов три всего. Этого мало явно, ребят. С Глепами адепты здесь просто разорвут Лингов. Что-то Лассира переагрессивничал здесь, по-моему, слишком уж. Какой Беллинг? Нет. Так. 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 Ну, может быть. Залетел. Так, тут слишком много адептов Здесь-то пришло, это разгром просто Зерга сейчас, посмотрите на потери По-моему, все они сами за себя Говорят 4 юнита на 79 просто уничтоженных Ну, что-то просто Адептируют, бывает Зергов, бывает, тиранов Ну, вы видите сами все Оверов в детстве унижают Бейлинги идут вперед Поднимают всех бейнов Линги в итоге просто наламываются На адепт, на голах 5 юнитов уничтоженных Потери просто, я не знаю, растут здесь как Все жесть какая-то Еще один адепт, конечно, погибает Но это ГГ, ребятки У нас снова современного унанизма Я предлагаю, как один из подвидов его затронуть пункт Ну, вот, про нытье на баланс в чате Это тоже один из современных видов онанизма Я вам честно скажу, пацаны Ну, вот, про нытье на баланс в чате Стараюсь добавлять побольше всех пацанов сюда На роликоса добавил Пациент здесь есть Остальные пока не знаю Че там да как Че-то не добавляют меня, гаденыши Ну, вот, про нытье на бангу Так, ну 1-1, ребятки, 1-1. Решающая каточка. Биалл трэп, результаты непонятны пока. Я надеюсь, что если ЗЕС здесь победит, то победит там трэп, а если там победит Биалл, то победит здесь Лассир, чтобы ПВЗ было там решающим матчем, да, как бы и... Что-то ЗЕС меня с Лассирой не добавляют, ни хрена. Всем здорова, ребят! Помните, что просьба от блоки отключать очень большая, подписываться на премиум, ну и, конечно, поддерживать меня и мой канал, реквизит, писание через плеер. Вот. На разведочке ЗЕСТ. Лассир я пытался хату, кстати, здесь пулить, судя по ресурсам, вообще ЗЕСТ. Так, пошел третью допула ставить. Блин, здесь гейт уже, что-то как-то прям это... Дир 2-0 скалит убил. Ну, скалит просто пейшн со последнего матча, минус мораль. Вот. Ну, инновейшн, она вряд ли скалит срок удалила бы, но так хоть на стадию больше бы прошла по венерам. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь кривой сплит рабочих, 3 на одном минерале здесь, здесь по одному на двух минеральчиках, а, и здесь 3 еще, короче. Такие моменты желательно, конечно, уконтроливать, но как-то так. Вот, короче, ребят, бьются у нас Лассиры с детством, победитель с победителем Биала Трэпа. Скалит вылетает из данных отборочных, в американских тоже не прошла, и в европейских, и Нерчо не прошел. На опенбрекет надо ехать, я чувствую, что опенбрекет будет жаркий там на этом турнире, туда поедут топовые игроки абсолютно, потому что слишком мало квот в онлайне. Три квота на Европу, три квота на Америку, где три корейца прошло, и шесть квот на Корею. То есть, девять корейцев и три европейца пока что только в основном турнире будут вот так вот. А, американец, один НИП, конечно, в Европе прошел, НИП же. НИП, Сирал и Шоу Тайм прошли на Евроквале, вот так вот. Так, плюс пять дрончиков еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну тут два Старгейта вообще. Реклама. Ну вообще какая-никакая реклама есть. Сейчас. Поэтому отблоки лучше отключать. Ну, ее, она не на все регионы, я так понимаю, распространяется. Где-то есть ее, где-то может не быть, где-то много. Вот. Но у меня есть реклама, как бы часто она проходит. Ну, конечно, там цифры просто смешные сейчас по рекламе. Так, минусует здесь Товера. Здесь выход третий, Нексус идет. Адепты к третьей базе здесь встречают все легко. Глефы готовы с глефами уже так просто и не продавить. Два Старгейта начинает работать. Здесь адепт с глефами нормально наваливает на второй базе. Первые четыре Феникса вперед летят. Одна Овера уже здесь, там около своей базы минуснул. Нужно еще бы поискать где-то что-то, что минуснуть может. Скалит ночью иномейшена защитила. Ну, ночью зачизить, понимаешь, что если что, ты где ночью кто-то, ну, там заходит и думаешь, крыша как бы, короче, открываешь, а там вообще, короче, левая. И тебя чизит просто, грабят как бы. Так и скалит ночью иномейшена. Он просто не вкурил. Кто это вообще? А это скалит, оказывается. О, так-то, так-то. Ну, что тут? Здесь Феникс и пошатал рабочих больше, все больше. О, каррера элегантненько. Пошли сейчас две штучки, смотрите-ка. Пошли-ка. Карреров, говорит, с детства еще никто не отменял, пацаны. Перед Иемом просто их никто не играет, а на Иеме они попрут вообще из всех, из всех старогейтов. Развиваем космическое кораблестроение. Так, что-то линги там два сюда бегают. Перенегцы стоят, что-то шатают. Там еще дронов или что, даже не понимаю, что они там шатают-то. Адепты уходят домой сейчас спокойно. Кайрерам плюс один, кайрерам интерцепторов. Скорость вылета делается. Ну, здесь нашатал, посмотрите. Одна пробка потери. Написать, потери. Три-четыре на один по юнитам. Это называется грамотный харасс. И по ресурсам вы видите, какой харасс сейчас. Тридцать пять, еще что-то там. Линк где-то отдался какой-то, видимо. Так, здесь фатуночки перетреть. Третьи в рабочих. В минералах в рабочих стоят адепты несколько штучек. Третий старгейт на мэнни пошел. Два первых каррера готова. Сейчас еще два будет. Вот идеально бусты кидаются. Три-один буст в плюс один. Другой буст. Другие два старгейты. Адепта взрывает. Глассирует. И сразу же по потерям получше у него все становится. Ну а карреров вывезти, известно, что и делают. Сейчас выходят карреры. Проблемы у бэллингов абсолютно точно. Так, ну у тебя нет рекламы, у других зато есть. Пошел Мазершип сейчас. Прямо на четвертом никс. Связи снагло вообще работает. Четвертый никс, Мазершипсов плюс два заказывать. 14 просто карреров строят лассиры сейчас. Зесту надо их спалить, этих карреров. И после уткареров заказать грелок пару штук. А Зест, кажется, вообще понял все. А, он шпиль увидел. Он сразу же, он даже не видя карреров, увидев шпиль, понял, что пора. Гай, он прав. Смотрите, здесь уже вовсю летают, короче, карреры. 40, там, 30 секунд до Мазершипа. Он успеет, да морфится, я уверен сейчас, короче. Вот. И с Мазершипом будет попроще, потому что вокруг него контроля будет выстраиваться. То есть, фокус Мазершипа, он будет улетать. Надо караптеры летят на мейн налить крипа сейчас. Не крипа, а старгиты, а влить зеленочкой своей. Так, пошел замес карреров. Надо отводить карреров дэмэджинов. Зест попытался отвезти. Ну, не очень-то получилось. У него караптеры без грейдов, ребятки. Зест здесь, смотрите, просто вот прилетел я. 9 караптеров отлетели сейчас на этом рыве. Конечно, выгодно для Зеста. Куда Лассира прилетел? На 1 каррер 9 караптеров разменять? Зест говорит, ну давай разменяемся. Такой размен меня устраивает. Грелок все больше и больше. Рубу у Зеста пошло. Так, караптеры контролят. Там 4 базу, 84 дрона, 5 центральную хату ставит Лассира. Зест шатает королеву на центре, пытается тут фениксами. Харасит вообще очень нагло, харасит прямо. Блин, против такой темы у Лассира не сделан даже муховером. Но этот слишком с перебором. Здесь-то очень грамотно. Посмотрите, даже фениксов не дэмэджит себе просто. Потери 6 400 на рубль 855. Мне интереснее и в конце будет. Потому что по таким билдам протс, играя в армаду, протс и вообще потерь может много-то не понести. В принципе, да, как бы. Караптеры в это время смещаются на мейн. То есть они собираются что-то там на мейне пошатать. Здесь есть сталкеры, плюс 3 грелки еще делают. Сталкеры с блинком. Без блинка надо блинк заказать. 2 атаки на воздух. Третью здесь заказывают. Но если ты делаешь маломальское количество земли, нужно, значит, тогда и... Так, а зачем здесь камни убивают? Не знаю, зачем здесь камни убивать. Если ты делаешь хоть сколько-то земли, то тогда нужно и на землю грейды какие-то делать. То есть надо делать там атаку. Ёмно, караптеров-то много, как у Лассира. Кареров 4 штуки. Это немного, мягко говоря. Все, пошел замес. Так, разогрев рубается. Кареров упустит Лассира 1, Кареров 2 впустит. Здесь земля просто в хлам. Здесь Слинги, Роучи все разваливается. У Зеста 2 атаки. Это очень жестко. 145, Лассира, 145, Зеста. Фениксы попались. Вот потери вы видите. Да, потери выдерживаются в пользу Зеста. Причем в разы они как бы все еще больше, чем у оппонента. Так, здесь уже адепт приходит. Минус порка. Минус. Ой, какая дичь вообще, ребята. Так, я смотрю, у меня даже мне как-то страшно золотирует здесь. Ладно, давайте продакшн рублю. Сейчас в конце потом потери мы еще раз убьем. Грелочки все. Разогрев закэдэшился. То есть, караптеры бесполезны. Здесь 8 инфестров. Куда? Что они должны убивать? Я не знаю. Так, еще одна хата. Очередная падает. Не, ну это Зест 2-0, это 2-1 точнее, это очевидный момент. Дроны сливаются. Просто жесть. Вообще там такие пачки дронченских падают вообще. Смотрите, трехкратное преимущество по потерям просто. Так, здесь врыв идет на лингов. Тут адепты плюс потомки. Все это включает. Смотрите, вообще жесть в потере. Ну, адепты там тоже часть падает. Я не знаю, что Лассира хочет сделать здесь, если честно. Уже ничего не сделать. Так, караптеры здесь присутствуют. На разогрев пилить, что-то не спешит здесь-то это делать. Сейчас разогрев пошел, инфестры, караптеры все вкал. Просто крошатся здесь. Вот в конце потери какие были. Просто жесть еще. 25500 на 7800. Ну, короче, трехкратное даже более. Три с половиной раза преимущество. Так, скалет никуда не квалифицировалась. Никого не убив еще пока что. Трэп, опа, трэп Зест будет, а там Гумиху Инноватион у нас сверху. Ну что же, Гумиху Мару убил, красавец. Мару стац, опа, наца. А я хочу Мару стац. Он меняет в Друзьях. Я вижу. Я вижу. Так, Стас убил Мару, кстати говоря. Пейшн с кем? Пейшн с лассирой будут биться, кстати говоря. Можно глянуть, что ли, Пейшн со слассирой. Ну, что-то у меня не хочется смотреть. Так, Бьял Бьян, кстати говоря, бьется. Бьял Бьян, начали биться уже или нет? Да, уже начали биться они. Так, не понял я. А, Кин Классик. Так, не-не-не, все правильно. Дир против лассиры будут биться. Так, давайте Гуми Хуина Аэшн пока посмотрим. Лузера все равно успеем. Отлично. Гварди Хост у нас. Поехали. А кто ведет-то там? Сейчас посмотрим, наверное, еще первая игра кончается пока. Привет, OneMan. Как до такого дошло? Факт Дэвид Ким. Ладно, не знаю, как. Просто лассира ничего не сделал. Зеста он вышел в каррерах. Вот и все. Так, а у нас Гуми Хуинновейшн пока, кстати. Какая там ситуация-то? Инновейшн копится-копится. У Гуми Ху больше лимита. Гуми Ху там дропчиком куда-то хочет полететь. Мари Ху пробрел. Тройной дроп, кстати, сейчас к Инновейшну может залететь. Но что-то никуда не летит, по-моему, Гуми Ху сейчас. У Инновейшны щиты у Гуми Ху нет. У Гуми Ху тройную дропу, у Инновейшны выход в лоб. Идет это я вам радиострим говорю. Это конец той игры, я-то уже в новенькой здесь в игре. Ну, сейчас посмотрим. Пока все равно непонятно, кто победит. Но, похоже, Инновейшн сейчас в лоб просто ушатает, в общем-то. Так, Гуми Ху неплохо. На мейн, конечно, дропнулся, но... Так, лимита больше. А нет, смотрите, Гуми Ху вообще в кал просто Инновейшна унизил. Просто в хлам, гг. Даже без щитов там просто на мейн на лоб жесткий будет. Ну что же, Инновейшн не думаю, что согласен с таким раскладом. А сейчас еще сетку посмотрю еще. Таким классиком бьет сам. Стас Умару, да, проиграл. Так, помню, задержка 3 минут. Не надо мне писать, кто там где проиграл. Я и сам разберусь. Здорового и тех. Я... ТВТ уже. ТВТ, а потом лузера пульнем. В принципе, это матч за код УБО-5, поэтому почему бы не глянуть, да, как бы. Тем более монстры такие бьются, как Инновейшн. Гуми Ху в последнее время молодец, конечно, хорошо очень выступает. Европейцы-то стопудово топовые поедут на опенбрекеты. А вот корейцы, я не уверен, что поедут на опенбрекеты, такие как Гуми Ху. Потому что у многих из них команд нету, да, как бы. Возможно, они просто, ну, как бы дома останутся. Поэтому очень важно проходить им. Так, Инновейшн. Прилетел, зашатал. Кстати, в радиус стриме смысла мало, потому что вы уже давно там Гуми Ху и Инновейшн посмотрели первую игру. А я через 3 минуты вам расскажу в итоге. Что, блин, Инновейшн тут риперами просто, я не знаю, устроил какой-то цирк вообще. Наразваливал, жесть. Но Гелик наказал. Все-таки вот если бы на 8 хэпа у него меньше было, то он бы мог взорваться и рипер мог бы выжить. Но тут приезжает просто циклон от Инновейшн и начинает заливать просто все своими ракеточками этими маленькими агрессивными. Так, здесь циклон прилетает. Не-не, под тремя мариками не получится Инновейшну ничего убить. Гуми Ху отгоняет. Все в порядке. Не понял, вов, I am gud. Что мне, что мне греть, кто почти выиграл. Ставки-то закрываться будут раньше по-любому все равно. Задержка на стриме 3 минуты. Когда я буду греть, уже будет там все понятно. Ну здесь Инновейшн по-любому поварит. Вот там матч Мугуми по пока 1-0 идет. Зест трэп, я думаю, Зест там должен затащить в венерах. А по лузерам нужно следить, ребят. Да, и помните, что на кибетике, например, есть тактика его везде, здесь по-любому. Так, Зест фуарит с трэпом, да, Ласиро с Диром фаворит. Ну да, так и есть, наверное, там Ласиро с Диром фаворит. Бьян, Бьял, Бьян фаворит. Пэйшнс, пока нет оппонента, короче. Так, здесь Минка пульнула очень больно в циклончиков. Гумику приехал. Там Инновейшн 5 КСМ еще слил. Банша прилетела, это она опять убила КСМ. Но пока Гумих удержится еле-еле. Но Инновейшн уже преимущество, причем очень даже неплохое. Это 5 рабочих, и еще Банша до сих пор живая. И здесь туретка криво стоит, посмотрите. Банша готова здесь разваливать, и она разваливает. 9, ем. Вот это уже вообще фейл. 22-29 уже совсем никуда не годится. Так, еще что-то минуснулось. Вторая Банша. Вторая бездарна, правда, минуснулась у Инновейшн, как вы видите. Здесь что-то КСМ-ки стоят, туретки строили. Надо бы их направить на добычу. Инновейшн пошел билд в стимпак, в био сейчас. Плюс реакторы строят. Сейчас по 5 маликов начнет он строить. А у Гумиху даже еще и нету никаких этих намеков на то, что он будет что-то такое-то. Может быть, он, правда, и не будет играть в био. Он, может быть, будет играть в мех. Он любит в гумиху, очень любит в мех играть. В предыдущую, правда, в био он играл. Игру надо вычинить дробчик. Сейчас что и делает Гумиху. Или он цикл. Видите, он викинга чинит. Чинит викинга и чинит медивах потом. Этому пацану не дождаться починки, по-любому. Потому что мопедов чинить это слишком большая роскошь, мне кажется. Не будет Гумиху его учинивать. Особенно если армори будет, то тогда будет ждать, просто пока трансформируется. И медивах его вылечит в хилбата. Так, Рэйвен и третья ЦЦеха. То есть это пассивный выход в третью ЦЦеху идет сейчас от Гумиху. Ну, у Инновейшна будет просто нереальное количество времени, когда он будет доминировать абсолютно полностью по технологиям, по лимиту, по всем параметрам, в общем-то. И у него будет это время для того, чтобы поставить точку в этой игре. При всем при этом, эта карта очень такая дропом подверженная. Можно здесь приходить, например, блочить отсюда газы, разводить в этом направлении. Тиран смещается сюда, вы быстро складываетесь, дропаетесь сюда. Можно через третью, можно прямо рассекать. Ну, и когда уже здесь будет оборону, так вот просто сюда не прилетишь. Но пока две базы, можно и отсюда залетать. Когда будет третья, можно через третью на мейн залетать. Короче, очень много всяких вариантов таких. Ну, либо в лоб пробивать. То есть, учитывая преимущества Инновейшна, я думаю, что должен он реализовывать эту игру. Стим пошел, да, здесь поздний Стим. Бараков, ем, пока тут Гумиху построят. Баракой вообще там жесть будет. Главное нанести удар вовремя. Так, все разгрузилось. Так, все разгрузилось. Так, ну тут викинги мейн прикрывают, хорошо, плюс вообще 5 бараков сразу заработают у гумих, у инновейшна уже 5, хотя не, он позже еще добавил сейчас бараки. Цехи пока нет у инновейшна, вот смотрите преимущество, 86-47, 40 боевого лимита преимущество, у гумиху 1-1 делается, ну короче по грейдам как вот этот армор сравняется вот с этими грейдами инновейшна, вот здесь инновейшна разбирать, но за счет боевого своего лимита у него на 50 уже боевого больше, я думаю инновейшн может пробить, но у гумиху столько танков, что они могут нивелировать это био преимущество, То есть нельзя просто так вот здесь встать, нажать Т, послать оклик сюда и пробить бумиху, это ну в других матчапах может можно было сделать бы, вот и то как бы не факт, не всегда, почему? Потому что это можно было в Хоотсе где-нибудь сделать, там ПВП колосса на колосса или ЗВЗ, я не знаю, в Лотвии уже даже и в других зеркалках так-то не сделать, то есть если ты просто на оклике вперед ломишься, просто у оппонента дестабилизаторов там есть достаточное количество, 2-3 выстрела и минус вся твоя армия, В ЗВЗ фаерболу могут зайти там как-нибудь с бэйнами там или люра какая-нибудь, ну скорее фаерболу, потому что это самая часто применяемая тема, да, как бы перевернуть бой, если ты в тупую на оклике ломишься. У инновейшена здесь 3-ца цеха, начинает 20, преимущество по лимиту сохраняется, армори есть, надо за... так, а где, погодите, армори есть, а инженерка-то, вот они, 2 инженерки, инновейшен, делай грейдики, там у гумиху уже вторая атака пошла, сравнивается гумиху, посмотрите, то есть билд сверх пассивный, но инновейшен ничего как бы не делает, ну а как, куда сделаешь, а дропов прикрыто все, танков много, и вот в итоге происходит то, что сейчас мы и видим. Уфлайн квалификация, да, перед самим ИМом, причем ИМ будет там целую неделю идти, 7 игровых, по-моему, дней там, или сколько-то там, то есть будет 2 или 3 дня уфлайн квалификация, там на много слотов достаточно, в общем-то, а потом будет еще основной турнир 4 или 5 дней идти, там просто жесть будет, сколько Старкрафта. Конец февраля, начнем с 27 февраля по 5 марта, по-моему, так вот будет, короче, все это идти, дело. Так, автотурели у гумиху ставятся, нет, тут столько танков, они даже автотурели сбрели, видите, просто, что называется, сенсорку можно минус нудьбу было бы, сенсорку танки минус нудьбу, сколько удобно. Ну, сканов не хватает немножечко, потому что контроль воздуха за гумиху здесь находится, ну и ремиты-то одинаковые практически боевые. Викингами пытаются гумиху отгонять инновейшн, не так это просто сделать. 2-2 одновременно практически, но инновейшн играет и на танчики, делается танчик тоже гигантское количество. Здесь от гумиху какие-то контуррывы идут, дроп от инновейшн летит вперед, разгружается, боясь, что его собьют, либо просто хочет инновейшн прогнать здесь. Гумиху мариков-то больше, действительно, здесь что-то неполные дропы были, на одного меньше мариков. Так, либератору гумиху прилетает, инновейшн просто подстоит два танка, уничтожено сейчас. То есть гумиху прогоняет чуть-чуть инновейшн, игра становится абсолютно равной. Абсолютно равной. Ну что же. Нужно тут сказать. Так, 12 часов время сейчас. Привет, плитом подкаст. Привет всем, пацаны. Просто супер уровень, супер накал. В ближайшие дни подготовлю новый пак репок, потому что в Арде Викли проходили, там надо посмотреть, с какого числа я выкладывал. На Еврике турки проходили, чтобы пацаны тренились. Подготовлю реплейщиков. Может кто-то из нас. Ну, Блай стопудово на OpenQuale будет участвовать, как бы он говорил, что поедет. Кстати говоря, на EM туда. Может кто-нибудь еще из наших поедет, не знаю. Не уверен я абсолютно в этом. Так, стимится инновейшн. Видит, что в этом направлении у гумиопа всего два танка приходит, пробивает. Надо либератора взбрить, либератора взбривает. Как же крошат танки здесь. Смотрите, ё-моё, какое вообще поле брони. Здесь вообще фарш. Здесь просто фарш вообще. Если бы Старкрафт был более приближен к реальности, то тут сколько было бы сейчас Усманов, Мариков, танков и всяких техники, что даже и не прошли бы другие юниты. И на Вейшна тоже тут полегло немерено юнитов. 3-3 делается там и там. Атака первая на технику у гумиху. И на Вейшна уже вторая. Так, здесь гумиху пытается разобрать с хорошим дропом. Кстати говоря, сплэш минимизирует. Но ЦЦ-щика упала. Это 1-1, ребятки. Это 1-1. Здесь гумиху не получилось. Во-первых, ЦЦ-ху потерял. Во-вторых, и здесь операция не удалась. Ответочка. Надо убивать. Ну, это недосмотр гумиху. Всё у него круто было в этих играх. Кроме того момента, что пришёл просто Инновейшн. Заметил, что всего два танка в направлении третьей базы. Либераторы так сильно против Мариков, как танки не решают. Пробил эти танки. И всё было замечательно в итоге. Опа. Инновейшн у меня в друзьях появился. Респект таким пацанам, как Инновейшн. Что я могу тут сказать? Всё больше и больше становится у меня на Корее в друзьях, товарищей, пацанах. И это очень хорошо. Кто создает, Варди создал его в родине? Ну ладно, увидим, кто там создаёт. Да, Варди хостит у нас. Все сонные сейчас пока с утра. Активность чатика минимальная. Кстати, Инновейшн в какой-то момент подкопил викингов, так, чтобы заметить, то есть контроль воздуха дал ему преимущество для того, чтобы видеть, что там где происходит. Вардиuss. Да. Опа. Так, ну один-один. Ребят, напряжённое здесь ТВТ будет стопудово, потому что видно, что игроки равные практически, и никто не собирается проигрывать. Очевидно, что никто никак не собирается проигрывать раньше времени, да? Пока лузера глянущи. Там классика у Билкина, классика Пэйшнс. Победитель со статцем будет играть. Бьяна уже бьял, убил 2-0. Басира Дир ему будет противостоять. Ну, как раз, я думаю, к лузерс раунд 4 мы примерно пойдём вниз, там, смотреть всё это дело. А может быть, даже и раньше. Причём сверху... Ага. Сверху будет ПВП в лузерс раунд 4 уже точно, потому что Пэйшнс Классик победитель со статцем будет. А победитель статца против победителя Пэйшнса Классика будет биться против проигравшего Зеста Трэпа из Венеров. Вот такие вот дела. Там одно ПВП сплошное уже точно в квалифайен матче, то есть в матче лузеров будет точно, а протас один, как бы, это факт. А Зерг только Лассира остаётся один уже в квалификации. Но два самых топовых Зерга, Солар и Дарк. Причём Дарк разорвал там вообще всех конкретных. Да и Солар, как бы, они уже квалифицировались. Они в первой же квалификации, корейской, в самом сильном составе, прошли по Венерам. Так что без крутых Зергов турнир точно не обойдётся. В рипвер на хайграунде стоит, здесь бумерку полетал, проверил прокси всякие и дальше не полетел. А и навыщен, что прямо до второй базы дошёл. КСМ-ка её отдал, собственно, и вот и всё. Так, марики без реактора, медивак и циклончики. Ну, это либо передроб 4 марика циклон, либо передроб марики минка, более вероятный мне представляется. Такое исполнение, точнее, билд-то уже понятно, какой билд такой, а что полетит, это уже инновейшену решать. И циклон поедет по земле, конечно, здесь тоже уже циклон есть, правда, и уже цеха есть. Ё-моё, тут у Гумиху как-то прямо всё очень неплохо. Гумиху умудряется на халяву пролететь рипером тогда, когда у инновейшена просто ничего нету абсолютно на мейне. КСМ-ка пытается сныкаться, сныкалась ксм-ка. Рипером проверил очень, вот, блин, молодцы, да? Сныкался и всё. Так, здесь гелик вышел. Пока летал, можно было пару ксм-ок забрать, в итоге нихрена Гумиху не заберёт. В это время медивак с шестью мариками и минкой здесь летает, плюс прилетает циклон. Минку надо закопать сразу, чтобы она подблочила подход Гумиху. Нужно марика одного выделять на эту минку, другого варианта я здесь не вижу, иначе просто, блин, минка уничтожит. Ё-моё, Гумиху, что ты творишь? Это такой фейл. Пофокусит мариков инновейшен, всё правильно сделал, посмотрите. Просто жесть какая-то. Вот, вроде всё по уму хотел сделать, то есть вместо того, чтобы марика отдавать, решил за счёт рейнжа, шесть рейнжа ведь у циклона, за счёт рейнжа решил минку забрать. Но в итоге просто минка жахнула по циклону, и Гумиху отдаёт шесть ксм-ок, отдаёт всю армию. Это такой фейл. Ну, блин, у него лучшая экономика до сих пор, вот чём прикол. Ну, это очень жёсткая ошибка, я бы сказал, это вообще ошибка, которую нельзя допускать на таком уровне. Это очевидно нельзя, но допускают всё равно, бывают игроки даже такого уровня ошибки. Так, циклона принял, здесь автотурель, рейвен ныкается там сзади. Нужно строить викинга обязательно, чтобы сбить рейвена. Так, флаба освобождается для чего? Для того, чтобы новый барак запилить, да. Запиливается, нет, барак перелетает, а новый на реакторе запиливается. Причём старпорт ещё час один реактор напилит. Ну, стим надо побыстрее, да, сделать. Так, у рейвена 51 энергия, и он улетает ещё одну автотурель. Ставит новейший мук, чуть ли не падает сейчас. Ну, две ксм-ки всё, подрезал инновейшн. Депошечку поджёг надо вычинить обязательно. Видит ли он гумиху? Да, видит очень, он внимателен, молодец. Ну, 50-60 инновейшн больше. Инновейшн опять двух баз пока что будет маститься, не будет спешить третий переход. Наши ксм атакованы. Так, опять 6 ксм атакованы. Не, ну тут чё-то вообще жесть какая-то. Гумиху, конечно, пока держится, но 20 лимита разница, это очень плохо. Ну, у гумиху уже третий ццеха есть, нужно отметить. То есть, почему, ой, ой, вот, наконец-то гумиху. Ну, по билду просто по-другому никак. То есть, это пришлось бы пожертвовать продакшном мариков и перелететь в Старпорт. Ну, может быть, это даже и лучше бы было. Но когда ты играешь и, ну, ты не рассчитываешь, что у тебя ревен будет опускать, допустим, как бы. Поэтому ты билд не изменяешь обычно, да, так и гумиху делают. То есть, я имею в виду, что можно было бы на один из двух реакторов вот этих сесть под бараки, заказать там викингов, а потом перелететь обратно. Ну, это слишком, ну, как-то, я не знаю, это уже рассчитывать на то, что тебя захарасит. Ну, посмотрите по потерям, просто уже 16 ксм-ок убил инновейшн гумиху, потери тысячи разницу. И вот выход идет. В стим здесь уже есть щиты, не заказаны у инновейшн щиты, вот дефейл. Щитов у инновейшна нету. Так, 3 медива как загружаются. Инновейшн маленьком видеть, что здесь ничего нету гумиху абсолютно. Два ревена есть, ой-ой-ой-ой. У одного стула, у другого 70 энергии, скоро уже и у второго будет на автотурель энергия. Г-г, пишет гумиху, просто идеальный дропчик здесь. И как Марик, да, там контролил? Ведь это же надо запланировать все. Блин, ну вот это уровень уже, конечно, просто сейчас уровень заоблачный вообще. То есть, Марик контролил то, что гумиху не знает о дропе, то, что он поймет уже по факту, и это очень сильно зарешало сейчас. Очень сильно зарешало. Ждем хост. Мальчик там все пишет. Понятно уже, что заходит. Он может же прыгнуть через любого практически человека. Так. Так. Продолжение следует... 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 Так, ну что, короче, ребят. Инвизная банша у инновейшена. Здесь гелики с геликом ЗУСа. Цех у гумиху. Я что-то немножечко сейчас подзавис. Думал, распорядок этой недели. Что там как, что стримить. Вот. Полностью в деревню мне съездить. Завис на этом моменте, как я по лесу хожу уже представил. Вот. А, стрим отвалился. Ну, у Варди бывает такая хрень, короче, с интернетом. Что-то забулзон, да. Бывает, бывает. Ничего страшного. Будем надеяться. Что-то восстановит. Ой, минка жахнула. Печаль вообще. Короче, ребят. Всех приветствую. Помните, братуш, просьба большая блоки отключать. Подписывайтесь на премиум. Ну и поддерживайте меня. Мой канал, естественно, по реквизитам в описании через плеер. Не знаю, сколько эти отборочные еще продлятся. Здесь матч Венеров идет. Но еще лузера будут. И я думаю, что мы как минимум два матча в лузерах успеем посмотреть. То есть, 1-3 полуфинал. Точнее, не полуфинал, а лузерский тур перед матчем за квоту 1. И за квоту 2-5, скорее всего. Ну, то есть, не знаю, что-то. 1,5-2, наверное, пойдет еще этот стрим. Третья цс-щековая новейшина уже поперла. У Гумиху тоже третья, прямо внизу она заказана. При этом все. Банша особо ничего и не сделала. А больше и нет Баншевого новейшина. Так, куда мулы летят? А, никуда. Скан пошел. Запалил Викинг Рэвен. А Викинг на халде, кстати, по-моему, стоит здесь. Что самое интересное. На халде. ХЗ. Не агрится. Вперед не летит вообще. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СМ готов. СМ готов. Пристройка завершена. Улучшение командного центра завершено. СМ готов. Кто на новенького? Так, Сэшечка на третью. На новенький перелетать. Гумиху по лимиту впереди, причем очень... Оооо, а я только заметил сейчас, что здесь творится-то. Здесь меха от гумиху. Причем по грейдам он вообще не отстает от новенького, что самое поразительное. Так, точка сбора на третью базу стоит Рабочие тут сюда подъезжают Газы подстраивают Сразу два газа начнём добывать на третьей базе Да, для меха газ просто это ключевой момент абсолютно Вот, и нужно 2-2 будет заказывать Все эти здания работали с 3 факты Старфорд вначале в самом Навычна тут заспличены марики био Ну, эта игра обещает быть не быстрой Потому что она вряд ли получится и навычну пробить гумиху При такой экономике, да, как бы равной против меха Игрыды, которые делаются чуть ли не раньше, чем на био Ну вот Ну и гумиху мехом точно быстро не выигрывают обычные игры Если только первый какой-то выход на 200 лимита Я не знаю, но Я думаю, инновейшн не будет инновейшном Если он как-то не будет действовать асимметрично Он не полетит в дроп Какие-то не будет принимать Будет обходить сбоку, короче Да, это, конечно, саундтреки СК-2 Привет, гора СК-2 Повздорил себя с кем-то Нет, ни с кем не повторил Это Йод Хренове, ну там одну прыжок Не было Этого не было Как его там В перекиси водорода Так, тут, ну все магии навыщены Решил забрать Гелико-циклона Неудачно Марики полегли вообще в хлам Скан идет на мейн Пять бараков работают 2-2 навыщен Ну, гумиху тоже 2-2 делаются Смотрите Плюс две факторки еще Мейн бы я на месте гумиху посерьезнее бы туретками обнес Да и здесь на второй бы не помешало побольше, да Потому что Что-то как-то Еще факты так поставил Что вот здесь вот хрен пройдешь Этчмех, посмотрите Здесь не пройти танками нормально Здесь, ну А как назад-то обороняться Идти, короче Привет, Технороки Привет всем Вот плюс две Вот правильная политика игры в мех Лишние минералы накопились Две лишних ццехи Для чего они? Конечно, для того, чтобы было больше сканов и мулов Сейчас уже 200-200 будет ситуация С этой игрой интересна Может мы даже какие-нибудь юнитов Типа батлкрузеров увидим в этой игре Я не знаю Здесь наверняка будет планетарка Так, а на вейшн вперед выдвигается Что по воздуху? По воздуху Один из викингов, два рейвена Гумиху 14 викингов, два рейвена И на вейшн Причем на вейшн играют био У него всего два медивака Это очень мало И что, инновейшн свитч делает мех что ли? Я не помню Да, инновейшн Ага, он на воздух вообще грейды делает 2.1 Сейчас интереснейший расклад Это я вам сказал То есть он будет свитч делать в либераторов Видимо Под прикрытием викингов А в перспективе может быть и батлкрузеры даже Но хотя Навряд ли Батлкрузеров вообще тысячу лет не видел я Мне кажется Это юнит не для ТВТ Все-таки викинги их с рейвенами примут Так, кстати Поддержка Вчерашняя опять добавлена Надо убрать Месторождение минералов выработано Так 200-200-200-200 Ситуация по лимиту 3-3 у гумиху раньше был Чем у инновейшн А 3-3 на био Но инновейшн уже с двух армор И воздух клепает Просто грейды То есть воздух в инновейшн Более грейженый сейчас будет Это, блин, жесть 3 армора у гумиху Он у викингов Сука вот викингам Так, 11 по бронированным 15 А здесь 10-14 Не, по единичке дается То есть армор контрит Значит, у них и ганик более грейженый 2-1 равно Тремя армором Получается Как бы воздушным Так, здесь био Заходит на дальнюю На четвертую Танк стоит перед планетаркой Ошибка, ошибка Надо за планетаркой Чтоб он стоял Но холбаты Моментально прилетают Дропаются На голову Так не смог Очень Почему КСМов так мало было На очинке Чуть не понимаю Не смог гумиху очень Все-таки Гумиху отбивается Инновейшн тут Ну это такое А-ля первый Старкрафт ТВТ С блоком Центра просто А что будет Гумиху идти вперед Да, должен идти Вот он видит Что танков много Есть холбатов Очень-очень много Плюс торы Есть Викинги примут бой А холбаты будут Прямо на танке Дропаться Полетели Холбатоны Вперед Часть на муве идет Так Дефенс дрона От инновейшна Дефенс дрона От гумиху Ну что-то Инновейшн здесь Побеждает 160 Как-то вообще Жесть По-моему Не Садятся викинги Приходит Био Плюс техника Офигеть Просто Инновейшн Перековырял Здесь все 95 151 Крайне неудачная Попытка Убить центр От гумиху Сейчас случилось И это проигрыш А здесь ИЦЦ их нету Ну все Инновейшн сейчас Придет Убьет И печаль Там уже Вон пятая Ставится база Как вы видите Тимпатч с Инновейшн Гумих пытается Отбиться Либераторы Раскладываются Тора Тора Разбомбили Нормально Нормально Развиваться Дальше Но Это крайне Неудачно Было Сделано И короче Говоря Вы сами Все видите Что происходит Очень Грейжен Био Техника Тоже на Грейдах Сейчас Причем Воздух Грейжен Контроль Воздуха Полный Садятся Викинги Уже Танчик Там Гумиху Наваливается 3-3 Очень плотно Но Этого Мало Чтобы Отбиться Здесь Приходят Танки Вперед Сюда Минусуют Все ГГ 3-1 Ребятки Жесть Просто Жесть Есть Я бы Сказал Даже Бьян Ждет Ласи Рудиера До сих Пор Что Ли Так А что Голден Ожидает Там Я чуть Не понял Пациент Классик У нас Алла Сиро Дир Что Там У Нас Давайте Глянем Одну Игру Украин Народ У kilometres Классик До сих Унд Народ Дай Ну, пейшнс и классика глянем, к классе Иридееру, возможно, мы успеем прыгнуть еще. У класси Иридеер, кстати, здесь у нас кончается практически игра. Моралифас ее стримит и победитель с Бьяном будет. Субтитры создавал DimaTorzok Наследить за Моралифасом, короче. Ну, они еще будут черкать некоторое время карты, там до сих пор битва идет. Там все жесткая заруба. Лассира против Диера. Так, я еще даже не знаю, какую классика с пейшнсом. А, 1-1. Даже проставлено уже в литвипедии, ничего себе. Мазеркор готов у пейшнса. Классик отменяет какого-то юнита в бараке. Видимо, этот сталкер был заказывать Никсус. Субтитры создавал DimaTorzok Так, классик пробочку поймал. Никсус у пейшнса там ставится. Я, блин, за Моралифасом слежу. Пристально пытаюсь следить. Моралифас все еще в игре. А это значит беспокоится пока не о чем. Здесь у нас робот, доделывается варп. Здесь робот только-только у пациента заказан. Но это пвп не будет быстрым. Придется выходить из него, правда, если там доиграют сейчас. Там причем 1-1 у Гассира и Дира также. Так, у пациента блинг. Здесь робо-бэйди стабилизатор Харас от классика. 100% будет. Иллюзия Оракула полетела там. Хитрец, а? И поразводить хочет. Но иллюзия медленнее Оракула летает, чем иллюзия Феникса. Поэтому нужно думать, когда Оракула упускаешь. Она, вот видите, на такой карте на кросс уже больше полжизни отжила. Но этого достаточно, на самом деле. Пейшнс нервный, что ли? Я чуть не понял. Что-то нервный какой-то. Пейшнс, ребят, выставляет оверчаж. Вот, а это же иллюзия была тут. Что, Пейшнс? Это иллюзия Феникса полетела. Призма загружается. Все, полетел дестабилизатор. Харасить один-единственный. Будут еще потом добавлять классик. А, пациентик это блинчик есть. И он тут может прийти, попытаться что-то нахарасить. Но будет, точнее, через 10 секунд. Но нахарасит ли он там? Вопрос хороший. Ну, а сервера забрал. Уже хорошо. Призму прямо через... Немножечко не туда Пейшнс. Сейчас отблинкнулся, мог бы Призму сбить бы, если бы блинканулся. Хотя, если бы он сюда, блинканулся Призму бы сюда улетела, скорее всего. Сбить уже навряд ли Пейшнс бы ее сбил. И похоже, что здесь... А, нет, погодите. Здесь мув Призма есть, но классик третий Нексус будет выходить. Он не будет идти в куш. Потому что... Ему нечем идти в куш без блинка. Если к нему был блинк, может быть, что-нибудь там он и попытался бы такое сделать. А без блинка нет. Плюс один там и там потерло. Апсервер контролит Призму. Так, сталкер минус. Так, 122, 112. Пользу Пейшнсу. Ну, пока никто не спешит идти вперед. Одну тут пробку Пейшнс убьет. Это все, что он убьет. Адептами данными. Это время сам тремя летит вперед. Что-то тут по центру бегает. Но это не пуш, это так, сталкеры по центру бегают. Попытки что-нибудь наподрезать. Да. Что за дебилизм с Призмой? Сейчас был, не понял я даже. Обходит Пейшнс как-то хитро сверху, сталкерами через четвертую базу. Заходит. Здесь рядом стоит оппонент его, как бы и... Так, 4 сталкера идут вперед. Минус 4 сталкера. Неплохо Пейшнс здесь действовал. 4 халявных сталкера подрезал. Плюс 2 у Пейшнса делается у классика. Почему-то плюс 2 не делается, не понимаю, почему. Ига, там игра, а что там происходит-то вообще за дикуха? Да, там все еще битва идет. Запрашиваю подкрепление. Как-то на слабых лимитах, непонятно как-то. Только что сейчас что-то сбито было Пейшнсом. Четвертый некус от классика пошел. Здесь 4 сталкера все-таки пытаются зайти, но здесь имморталов уже пару штук и... Так, опять видит Пейшнс, что здесь классика. Пейшнс, да, классика видит. Отгоняет минус сталкер. Один, но остальные это живые. Так, здесь Пейшнс в тылу оказывается. Куда он будет бегать? Будет он как-нибудь бежать вообще? Враг познает нашу ярость. Так, нахвыцел наги сталкера дал Пейшнс. Все, выход пошел. 158-141. Пейшнса больше. У Пейшнса плюс 2, а у классика плюс 2 нет. Это ошибка классика сейчас, ребятки. 8 гейтов здесь у нас делается. Так, и стабилизаторами в ответчику Классик гуляет по Пейшнсу, Пейшнс по классику. Пейшнс куда идет? 4-му Нексусу. Но почему-то армия вот эта дестабилизационная стоит здесь вся. В это время призма летает, харасит сталкеров, миллиард. Просту Пейшнса оставлено дома. Пришел на халяву дестабилизатора, классику забрал, ушел. Ну или морталов у классика. Пейшнс мог бы сейчас вообще как бы спокойно на самом деле пойти и убивать его. Но он что-то ждет непонятно чего. Я вообще не понимаю. Так, здесь потомка по чуть-чуть отбивает это все дело. Так, сталкеров Пейшнс забрал. Четвертый Нексус добывать сейчас начнем. И что, стоять, ждать призму с сталкерами такой пачкой гигантской? Нет смысла стоять, мое мнение, так вот как бы. Ну, стоит пока Пейшнс. А что ему еще делать? Плюс 3 делается, старги делается, муфап сервером делается сейчас. В это время движутка в центре идет. Опс, заводится. Сейчас Пейшнсом отдается. О, халявные дестабилизаторы. Смотрите. Три штуки просто Пейшнс минусует. С трех уверчажей выходит. В это время занимается позиция на ХГ. Ой, как взрывает. Блин, классик взорвал Пейшнс у юнитов, но Пейшнс ответным залпом сталкеров там столько взорвал, что жесть просто какая-то. Ну, дестабилизатор всего один остался. Нужно новых подстраивать. Классик там за залп дестабилизаторов Пейшнсу взорвал. Ну, три штуки сейчас взорвал. По-моему, он где-то, да, вот все штук взорвались. Сейчас залп классик взорвал. Тут выход пятый. Пейшнс подтягивает прирост. На 30 лимита больше. Фотоночки на базах на всех пилятся. Здесь уверчажа есть. Так, моралика все еще и грязно. Я не беспокоюсь, пока нет смысла. Е-мое, пациент. Еще творишь-то. Все под ревелэйшном. Здесь приходят сталкеров просто немеряно в другом направлении. И еще Пейшнс стоит. К нему пришел классик сейчас с призмой, со сталкерами. Пейшнс уступает назад. Ну, короче, должен сам разводить, а развели его. Так делать нельзя. Здесь адепты начинают шатать. Четвертый Нексус. Сталкеров надо разобрать. Пейшнс разбирает сталкеров. В это время классик идет на центр своими армиями. Пейшнс это видит. Пейшнс сразу контр-врыв делает на третью базу классику. Ой, дестабилизаторы рядом есть. Плюс плюс уверчажек. Залк здесь пошел. Фатуночка падает. Блинк не закудай, закадешился, что ли. Классик вернулся. Пейшнс развалился здесь некоторым количеством юнитов. Ну, ревелэйшн на Пейшнсу не хватает очень сильно сейчас. То есть, ему просто классик позиционно выигрывает движуху. Так, залп позилка. Ничего, этот залп не дал особо. Так, наконец-то Пейшнс сам ревелэйшн выставляет. Пытается сталкерками разводить. Уходит. Сейчас Пятый Нексус пошел. Так, Мораликас вне игры. Сейчас. Неужели выходить из такого ПВП-чика? Ну, тут пока, видимо, ничего не решится сейчас. Ой-ой-ой, как больно. Идет Пейшнс вперед. Что-то по всем направлениям какие-то непонятные движухи. Происходит 83-146. Ну, Пейшнса больше, и Мортлов больше. Надо заходить вперед. Что-то сталкеры где-то спереди. Сзади там боевой лимит стоит. Залп дестабилизаторами. Пейшнс сам дает залп. Минусую дестабилизатора классику. Классик ответный залп дает сейчас. У Классика нету. Больше, кстати, выстрелов. Пейшнс это понимает. Заходит вперед. Заходит в оборону Классику сейчас. Подрезает там Зилков. Подрезает некоторых юнитов. Если залп еще дестабилизован, судя по всему, нету. Еще залп по Классику пошел. Пейшнс блинкается агрессивно. Просто жесть. Разрыв происходит здесь полный. Классик здесь отдается. Это факт. Пошел еще залп дестабилизаторов. По Эмморталам прилетает. По Архончикам по всем прилетает. Агрессивный блинк вперед от Пейшнса. Дестабилизатор стреляет. Не попадает никуда просто. Здесь залп неплохо. Пейшнса классик здесь пробревает. Но тут урыв идет. Надо продолжать пробревать. Прирост подходит. Это очевидное ГГ. Классик пишет ГГ. Надо к Бьяну успевать, короче. А, или не Бьяну. А где Бьян? В какой игре Бьян? Так, все, отлично успел Бьяну. Идеальный тайминг. Бьяну Асера. Последний Азер. Кстати, Дейра одолела. Вот так вот, ребята. Коми может заскакивать. Коми Мультитаск. Тайминг круто, ребята. Всем здорова. Отборочные на ИЕМ идут готовиться, короче. Короче, 10 минут, сказал Асера. Пауза. Надо чайку бы заготовить, пацаны. А вы помните про то, что нужно поддерживать. Меня и мой канал. Будем сейчас Бьянчика Асеру смотреть. Победитель с Гумиху. Вот. Здесь трэп. Не знаю, какой счет. Такие дела. Сейчас я вернусь. Сейчас будет очень крутое ТВЗ. Чайку, чайку. Всем чайку, пацаны. Давайте. Продолжение следует... 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 Ну что, пойду налью еду, сейчас я быстренько приду, буду здесь ждать матча с вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, я рядом, я сейчас... Опа, блин, только налил борщ, ну ладно, сейчас буду в процессе битвы кушать тогда. Ласиро пришел, что-то долгое соображал, что надо перекусывать, да, идти? Так что Ласиро уже вернует... Куравирк поддержал ваш канал на сумму 95 рублей. Спасибо, Куравирк. Спасибо всем за поддержку. Так, ну пока развить, чуть-чуть перекушу. Погодите, Мьянчика гляньте. Куравирк готов. 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 Дариатерпич instalат colliberg. Куравирк готов. Бияна, но, походу, что сдух с бараков, не с трех. То есть риппера и выход в Био потом будет. После, вот сейчас пауза между играми будет Я тогда быстренько Наверну этот супец И будем продолжать смотреть Ну, за поддержку всем громадное спасибо, ребят Варди Викли Не сегодня, Варди Викли Будет завтра турнир, поэтому после Данного стрима записи, наверное, поставлю я Соответственно, да, как бы этого турнира Для тех, кто не видел днем Чтобы вы посмотрели Ну, а здесь Бьян прилетает И проблемы какие-то, по-моему, здесь уже У Ласиры серьезные очень намечаются Ну, вторая королева спускается И проблемы решает пока что Спасибо всем Но задержка 3 минуты Я уже ничего не ем, как бы, кого желаете Я уже здесь рассказываю про хладную историю Потому что все-таки игра началась Третья цецеха строится у Бьяна Кстати, видел, нет, Ласира не видел третью цеху Но это задача риперов с двух бараков Риперов с двух бараков Нет у них задачи Убивать Смотрите, Бьян Вот, блин, вообще Здесь зерк на двух базах Живет без технологий Рабов ровное количество А здесь уже стим пошел Риперы улетают спокойно домой И третья цеха подстраивается Просто жесть вообще То есть это полный фейк от Бьяна Он подлавливает оппонента на том Что все от него как раз-таки риперов ждут обычно Маз, да, там Так, Линго Бьянчик поймал Стим делается Плюс один делается Факта пошла Ну то есть выход Медиваки идет Сейчас надо Бьяну То есть сейчас И к минеральной экономике У него выше крыша будет Ему сейчас побыстрее надо Шрушер 192 Поддержал ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Приятного аппетита А только ложку к рту А тут уже игра Спасибо, Крашер Ты абсолютно прав Но я не буду ущерб Такой крутой игре Пока жрать Поэтому В паузе поем, короче Трэп здесь там Хорошая ПВП Но я думаю Бьян с Лассирой не более Плохое ТВЗ Не зеркалка Конечно здесь может быть Не равный матч какой-нибудь Ну сейчас мы все сами увидим Вообще Бьян очень жестко Лассиру обманул И мне кажется Что у него преимущество Прям очень солидное Вырисовывается В этой игре Но Лассиро заказал Третью хату И посмотрите Как он дронов намасил Моментально на нее Просто Что сразу же С 15 добычи Здесь начинается Правда газ Только один У Лассиро Минеральная Исключительная экономика Вообще Приходит Бьян Стим есть Плюс один будет Через 2 секунды Здесь 2 бейлинга Газа то нету У Лассиро особо Так Скан я бы сказал Что не очень такой Четкий Здесь пошел От Бьяна Сзади Криптумор Даже не выбил Который он В тылу был И убегают Морики с риперами Наверх Нужно медиваков Ждать уже Без медиваков Тут никак Риперы остаются Они отсюда Могут прыгнуть сюда Запрыгнуть И быстро начать Харасон Для третьей базы Ну в общем-то Ничего не потерял Бьян Поэтому ничего страшного И не произошло Для него Но С одной инженерки Грейды делаются Почему-то Так Вот Что-то я куда-то Отдалил в космос Сейчас только что Смотрю Сверху Как-то слишком Мы смотрим Ну 2-1 Бьян сейчас закажет Ну лассиры-то 2-2 Закажут Сейчас в ближайшее время Риперы тоже улетают Бьян пробил камни Минки делаются Армари делаются Нужно 2-2 Заказывать Спасибо пацаны Всем за поддержку Завтра будет Завтра будет Ну последний день Завтра Будет Января Вот Месяц В котором я родился И многие Очень-очень родились В этом месяце Еще люди Ну и начнется февраль Коротенький месяц У нас Но Чем февраль Очень крут Так это тем Что в конце Его как раз Начнется Вот этот турнир На который мы Отборочные Смотрим 27-го По-моему Февраля Будет Опенбрекеты Начинаться И до 5-го Марта Будет идти Основной Турнир Там просто Жесть Будет Какая Долгая Заруба Вот 140 Бьяна 24 Лассира Так Центр рингов Бьян тут На халяву Напринимал Один Всего лишь Ушел 2-2 Тут 2-1 Грэйды 2-2 У Лассира Раньше 2-2 Лассировские Меня очень сильно Беспокоят Потому что Как-то должен Я вам Заметить Здесь Бьян От игры Отстают Но у него Больше боевого Лимита Зато На 20 С лишним Стабильно Надеюсь На 9-ти часах Чтоб я Убил Несколько Лингов В это время Контр-врыв От Лассира Идет Здесь стенка Полная Абсолютно Так Бейлинги Заходят Но минки Сейчас могут ЖА Ой Унизили Минки 9-16 Юнитов Убиты В это время Бьян Заходит На 3-ю базу На 6-ти часах Тоже Бьян Там бьется Отменяет Что-то Сплит Очень жесткий Но у Лассира Ну 1-1 В 1-1 Но Лассира Убивает В это время В это время Бьян С 6-ти часов Ну кстати Здесь хата И не было Даже Если б Минки Сейчас так Не жахнули Контр-врыв Лассира Я думаю Выиграл бы Эту игру Но минки Жахнули Так Что вы видите Не смог Лассира В итоге Бьяна Как-то Продавить Так Здесь несколько Беллингов Отменяются Минки Злупанули Неплохо Бьян Сканит В центре Очень жестко Он прессует 30 лимитов Плюс И сейчас Но у Лассира 2-2 В 1-1 Бьяна Вот сейчас Ситуация Наступает На некоторое время Ну вот Но у него Нет беллингов А это крайне Печально И даже 1-1 Био Будет Очень больно Делать Так Здесь Минки Надо выбить Бьяна Сейчас спорку Если убьет Минки Будет Нечем Обнаружить Так Минки Ковыряют Сейчас Лассира Но одна Так По одному Лингу Залп Сделала Линги На 2-2 Принимают Лассира Принимает Бьяна Офигеть На грейдах 2-2 Какая напрягка Здесь идет Вынужден Даже Дронов Был Лассира Взять Но у Бьяна Сейчас Вторая атака Будет Готова Бэнги Врываются Марики Падают Мародер Падает До того Как у Бьяна Даже вторая атака Доделалась Лассира Здесь Бой Принимает Медиваки Здесь На кд Шельбуст Нет Есть Буст Просто Бьян Что-то Тупит Вот Улетел Все В порядке Нужны Бэлинги Лассири Та Будет Жить Он Бьян Пытается Другое Направление Тут Давить Сейчас Цуреток Вообще Ноль У Бьяна Четвертую Сейчас Отменят Лассира Понимает Эскейп Жмет Крип Бьяна Унизил Лассири Смотрите Здесь Надо Крип Восстанавливать Так В это Время Здесь Фейковый Дроп Бьяна На Третью На Вторую Тоже Неплохие Залпы Отминок И Лассири Уже Кстати Игря Полемен Блин Талиска Еще Малик Закрошить Успел Как он Успел То Вся 9-46 Парабам 9-3 Часа Пытается Лассира Занять В то время Мутка Полетала Ничего Не убила Туреточка Там Есть Ну что Продолжает Бьяна Выдавливает Лассиру Это Кажется Точкой Будет В этой Игре Грейды 2-2 Беллингов Не остается У Лассиры Вообще Сейчас Так Мутка Прилетает Сливается Да 138-16 Что-то Как-то Лассир Наошибался Здесь Жестко Очень Мутка Залетает Минус Вся ГГ Ребятки 1-0 Бьян Я Сейчас В игру Врываюсь Пока Ем Еду Время 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 Продолжение следует... 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 Пытается криптуму расстанить лассира. Прилетел еще к приросту. А не, это те же все марики без приростов каких-либо. Так, загружается бьян. Пару мариков отдал, но основную часть улетел. 185 лассира больше. Но опять же в той игре примерно так же было, как и в этой. Так, здесь рипер нормально бомбанул. Опять суперфокусы какие-то от бьяна пошли. И последнего отфокусил. Что творит чертяга, а? Почему-то все тем же дропом, что самое интересное. Ну, по эффективности в битве бьяна-то, конечно, топчик. Посмотрите, потерю. 1700 на 3600 просто. Жесть. Цецеха. Так, Цецеха сейчас не сможет. Здесь здесь крип разлит. Бьяну нужно развернуться. Это еще несколько секунд выиграет для лассира. Так, здесь линги видят мариков. Ничего сделать им не могут. Криптуморы вперед двигаются. Сейчас крипа станет хоть немножечко побольше у лассира. В это время марики забегают. Попытки овера отменить убивают овера. Но линги пробежали. И линги зашатают сейчас. Так, в это время бьян уже на второй баус заход. О, борзевший-то. Но здесь есть покатухи у лассира. Так что... Так что с покатухами он по-любому достанет до мариков. Так, транс-фюзы пошли. Оверсир готов. Бейлингов не надо в минке! Ну что ж ты делаешь? Ну куда бейлингов-то? Королева ж есть. Фюза невнимательна сейчас от лассира. Пока лассира тут минки выбивает, бьян приходит дропом в очередной раз и начинает его шатать вообще. Линги не понять, где находились. Только сейчас приходят. 2-2 у лассира опять раньше. Армор делается воздушный. Но муталисков 0 штук на данный момент у лассира. Так, крип от 3-й к 4-й распространяется. Хоть куда-то крип успешно распространяется у лассира. Заходит бьян. Сейчас будет скан. Да, скан крип убивается. 2 крип тумора в тылу осталось. Всегда для зерга хороший момент. Так, минка королеву здесь забирает. Вейнов не так уж много. Лингов надо побольше. Но зато забегание на третью. Хонтер забегание хорошее проходит. Здесь бьян недоконтроливает немножечко. Так, на линга минка на одного бомбит. Здесь депошечки 2 падают. Одну можно было отменить. Бьян не отменил ни одной. Кстати, здесь наверху ничего не было, если бы лассира врубил бы мужика и пошел бы наверху. Он бы бьяна еще бы сверху там прогнал бы очень сильно. Так, автоматон уж и взорвал. Здесь же автоматон ходил вроде как. Лассира затупил. Походу он его с минкой спутал. Это же автоматон был. А он чем-то на минку похож. Халява, халява. Так, линги заходят. Бьян 5 мариками хочет 20 лингов разобрать. Не, не получится этого сделать. Неплохо линги накинулись, но прирост приходит от бьянщика. Бьянщик отгоняет. Четвертая хата уже. 67-56 парабан. То есть лассира держится. Держится молодцом здесь. Это очевидно. Нужно отметить, что он держится молодцом. Так, 9 муталисков сейчас будет. Армор есть на мут. На атаку делать? Либо второй армор. Второй армор очень дорогой на воздушный, как и на земной, в принципе. Поэтому лучше, наверное, бы делать атаку. Сейчас. Василия. Она 100-100 стоит. Очень недорого. Так, стимит сабьян. Заходит на четвертую к лассире. Так, лассира здесь выбивает одну минку. Снизу еще одна есть. Но она всего одна минка здесь. Вот эта вот снизу. Линги залп выманивают. Медиваки уничтожены. На 140, на 120. Беллинги прилетели. 10 ксм-ок убил. Лассира бьяну. Че? А, дроп на мейн. Какой неприятный дроп на мейн. Лассира. Контроль же ты. Рабочих убивает. Бьян всех. Закупку надо делать. Так, тиранскан бы тратить. Вынужден был бы. Так, минка на второй. Просто один контр-дроп. Дропа бьян здесь не то, что паритет, но как бы он восстанавливает справедливость за тех 10 погибших ксм-ок, которые погибли здесь от дропа беллингов. В это время врыв на четвертую идет. Лассира не дремлет. Его линги здесь рядом находятся. Так, здесь еще та линга в кучу бежала. Отдалась. Уверсира почему-то нет. 3 плюс муталиска. Так, минка на мейне. Минка здесь на второй. Везде бомбят минки эти очень жестко. Так, бейны заходят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неприятности какие. Один бейлинг всего минуснулся. Нормально лассира здесь держится. Четвертая хата работает. Мейна отбил еле-еле. 65-50 парабам все еще в плюсе. Сейчас у Бьяна третья атака будет определенное преимущество для него, очевидно, да? Так, муталинги куда-то там поперли сейчас. Бьян понимает, куда? Или не понимает? Нет, Бьян понимает, но он ничем не может сделать с этими собаками. ЦЦ у лассира убивает. Но Бьян уже на вторую к лассире приходит. Нужно возвращаться. Здесь бейлингов пачка вся на четвертой базе. Бьян на вторую пришел. Лассира вообще не реагирует никак. Бейлинги... Ё-моё, какой провал. Сейчас Минка так может лассиру минуснуть. Жесть просто. Повезло, что она не стрельнула. Хата на второй падает. Шпиль падает. Ужас. Просто ужас вообще для лассира здесь происходит. Бейлинги все сюда пришли. Так, заходят несколько бейлингов. Минка лассира минусует. Шпиль восстанавливает. У Бьяна... Так, еще и Бейлинг Нест погиб. Просто одним врывом Бьян сейчас... А че бейлинги-то стоят? Вот же стоят бейлинги у лассира. Че он ждет? Ну, чушь полная. Так. Заходит Бейн, а Бьян кайтит. Как может здесь? Ну, здесь лассира все выбьет. Но три в три базы в итоге ситуация. Шпиля нет. Да, 16 муталей. Бейлинг Неста нету. Понимаете? Бейлинг Неста нету. Бейлингов новых не будет. Только пул есть у лассира. У 22 линга еще делается. У Бьяна выходы дикие идут просто сейчас. Как можно было вот этот выход так нелепо пропустить в лассире? Видите, ошибки смешные, блин, у лассиры. Да. Нужно врываться с разных сторон, что лассира и делает. Минки, залп, хорошие делают и для лассиры. Он выманивает залп этот прямо в тирана. Сто семь, сто один по лимиту. Здесь медиваки пытаются скрыться. Четыре штуки. Лингов выбил. Медиваков придется отдавать Бьяну. И это может быть стоить ему игры. Вот это сейчас отдача вся. Медиваки четыре новейших гибнут. В это время двойной дропчик на мейн пытается пройти. Бейлинг Нест лассира восстановит на третьей базе. Вот он заметил, что его нету сейчас. Да, игры, конечно, здесь просто валидольные идут, что называется. Видит лассира, прости, видит дроп, что на мейн идет. Бежит всеми сюда. Здесь должен успеть. Разрыв в крипе есть. Там королева медленно очень ходит, но ничего страшного. Успеет, успеет лассира подойти. Минка залп у лингом все-таки сделала. Мутка наламывается. Под спорку попадают марики. Медиваки отдаются. Они никуда не денутся. Один минус и второй минус. Лассира еще и муту сплетанул. Лассира умеет это делать. Что тут и говорить. Одна минка на мейне осталась скопана. Так, в центральную базу лассира восстановила. Эту даже не пытается. На вторую восстановить. 120, 2, 117. Полиомета, мутки. Сколько? 18 штук. Мутка почти не гибнет. Сколько за игру погибнет? Три муталиска. Вот это эффективная мута. По-любому. Для лассира. На мейне. Туреток ноли. Наконец-то находится. Секундочка, когда лассира прилетает на мейн и начинает... Так, почему Старпорт? Почему Старпорт именно лассира забирать здесь решил? Он вообще весь природ здесь решил забирать. Бьян в это время пытается лассира продавить. 125, 128 по лимиту. Медиваки падают. Старпорт лассира минусует. Что ж ты? А, он боится, что убьют лоб. Возвращается назад. Линги, бейлинги тут вперед, либераторы. Так, от минок хорошо. Лассира сплетанулся. Бейлинги там прям очень жестко заходят. Минка по мутке еще залпчик делает. ГГ пишет, бьян. Хорэш. 1-1. Вот это за мисончик пошел. Ждем третью. Лассира может пройти далее. Минка по мисончику. Не, добавляю отменчик пока. Так, там остальные стримят другую какую-то часть сетки. Зистреп 1-1 только что ли еще. Стас пациента 1-0 ведет. Ну что, если Лассира выиграет, то Авиану придется на open bracket ехать. Я не знаю, что ему придется делать, но тогда будет у ТВЗ гумиху Лассира. Зистреп 1-1. Зистреп 1-1. Зистреп 1-1. Зистреп 1-1. Продолжение следует... 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 Так, здесь Либератор крошит. Кстати, Оверсиро сможет сделать. Смотрите, Либератор какой дэмэдж маленький имеет. А Оверсир... А, он без мулы. Но все равно улетит, короче. Да ну, добил последним ударом. О, дает. А там за секунду до готовности вообще было. Так, два медивачика дроп прилетают. Королевы приходят сейчас от Лассира. Неужели он Хату сейчас будет так отдавать? Да, будет Хату отдавать. Залп Минка по лингам делает. Один медивак забревает Лассира. Линги наламывают сверху. По королевам залп Минка делает. Блин, как же Бьян законтраливает этих мариков постоянно. Бьян, это жесть вообще какая-то. Королевы не могут прийти вообще никак, чтобы отбить нормально. Трансьюзы идут. Медивак надо выбить. Наконец-то выбивает Бьяну. Медивак Лассира. Трансьюзов не хватает на всех королевах. Бейлинги прямо под мариками. Ну, смысл какой? Ё-моё. Бьян уже стягивает сюда весь свой прирост. Армори есть. Сейчас хеллбаты трансформируются. Четыре штучки. Плюс марики подступают. Бейлингов нет. Надо отдавать четвертую, сваливать отсюда вон Лассире. Покатушек нету. Один-один нету. Куда он лезет? Вообще-ка он прет. Четвертая хата падает. Ну, с Бейлингами надо драться. Желательно дождаться покатушек. Или через 10 секунд только будет, между прочим. У Вьяна щитов даже в продакшене нету. Шанс для Лассира. Отсутствие Вьяновских... Вьяна щитов. Отсутствие... Так, минка... Все, да, отделались по катушке. Куда вкатились Бейлинги-то все еще? Вообще не понял. Так, минус колбат. Еще один Бейлинг подкатывается. Марики отфокусили его дэмиджи многое навесло. В это время дробь четвертую отменяет. В очередной раз отменяет четвертую Лассира. Бьян Лассире. В это время Лассира вычищает здесь все минки. Рабов пока что много. Это шанс для... Зерга определенно, да, как бы. Линги подбегают. Хороший залп у Марик. Четвертую Лассире чудом, но спасает. Королевы здесь ходят. Крип восстанавливают. Дэмидженные все в хлам. Фугасов у Бьяна нет. Сейчас он должен был это спалить. Давайте проверим, убедимся. Да, их нету. Королева не тормознула сейчас. Нифига. И 2-2 раньше у Лассира. Посмотрите на лимиты просто. Посмотрите на лимиты. Соплай-блоки у Лассиры. Да, экономика хорошая. Но двукратное преимущество по боевому лимиту. Дроны куда-то непонятно куда у Лассира приходят сейчас. Сейчас минус дрона еще все будут. Так, минка по бродлингам даже залп не успела сделать. Здесь линги забегают на третью. Ну что это за забегание без... Без бейлингов такое тупое. Здесь на третьей, правда, Лассира Бьяна нормально напрягает. Подходит несколько мариков плюс мародеров. КСМ-ками Бьян еле-еле, но отгоняет. Ну, 130 с Лассири, 9 муталисков. Шанс стабилизировать появляется у него сейчас. Здесь дроны, судя по всему, были растрепаны все, короче, Бьяном. Стимится Бьян на ХГ до сих пор без щитов. Несколько секунд у Лассира, чтобы без щитов подраться. Но боюсь, что он не успеет этого сделать. Подраться без щитов Бьяна. Вот щиты готовы, да, уже. Пошел врыв. Бейлинги заходят. Мариков сплит замечательно. Еще раз Бейлинги заходят. В Мариков врываются. Так, минку Лассира взрывает чудом каким-то. Отгоняет Бьяна, но 150 на 105, кажется, Бьян не упустит эту игру все-таки. Ну да, тут как-то я не знаю. Вроде как все на волоске и для Бьяна висело, но его слишком много лимита. Он продолжает давить сейчас. Да, жесть. С мейнет с цеха на четвертую перелетела уже. Подступает Бьян. Лассира пытается, пытается тут на Бейлингах как-то отыграться, но маловато, маловато Лассира. Фугаса Бьян заметил, что нет. Сейчас делает. Но это Бьян Гумихова. Следующий матч обозначает будет в этой части сетки, получается. Ну, не будет зергов дальше. Что тут говорить. Зато у Бьяна шанс будет пройти. Ой, как Бейлинг не коннектится сейчас. Ну, блин, даже если Лассира здесь отобьется, ой, куда-то на минке там полетел. Главное, полетел на минке. По оверсирую залп. Все, минок не видно. Больше Королеву еще минку убивает одну. А Бьяна прирост добегает. Сейчас на стиме. Линги без бейлингов приходят. Прирост Бьяна разрывает. Все. 2-2. 2-2 муталиска потушила всех вообще. Как в том анекдоте. Звонит наркоман в пожарку. Пожарьте мне картошку, говорит. Мы не жарим, мы тушим. Ну, так потушите его. Так и здесь. Не сжарил холватами, так минками мутку потушил Бьян. Бьян любит зергов готовить просто на обед. Фух, Бьян Гумихо. Здесь Трэпу убил, здесь Теновэйшн проходит по венерам. Ну что же, Трэп статс, а Гумихо с Бьяном будет биться. Ну что же. Гумихо у меня есть в Друзьях. Отлично. Бьян чуть ли не добавляет. Бьян чуть ли не добавляет. так, домой позвоню пацаны, вы помните про поддержку меня и моего канала вот стат с трэпом будет биться сейчас ну что же остается им удачи пожелать я в твтшечку все-таки ворвусь пвп мы уже смотрели сегодня а тем более мэджик туда врывается ну что же, а я пока здесь жду, давайте мэджик твтшечку все-таки мэджик твтшечку все-таки Продолжение следует... 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 Такие печальные дела... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, это Бо-3, ребят, не Бо-5 Бумиху уже сегодня бился против Инновейшена Проиграл в Бо-5 Поехали, короче Эй, сэм, готов Эй, сэм, готов Эй, сэм, готов Такс Выводят Гумиху просто КСМ-ку и видят, как Бьян два барака пилят прокси Сейчас Это риперы И как, и чё, чем бункер должен помочь вообще здесь Я не знаю Факта пошла Здесь бункер будет, а здесь Бор-Борода будет вообще полная Ну, одного Марика можно в бункер посадить А других держать Друг здесь, например Ну, с одного барака Это продакшен очень медленный Как бы, я не знаю А, даже второй бункер Гумиху строит Так, чё-то наглупо Кто-то подзависает Кто это? Не знаю, кто это Надеюсь, что не Игрок Да, это не игрок Потому что баркод бы Иначе он бы здесь был бы Здесь баркод какую-то подвесить Чё-то хрен, чё за баркод Игрок 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 Так, кранка, кранка Так, а Бьян просто, смотрите, Гумихо там передефился по всем направлениям Бьян просто берет и сворачивает все мероприятие Два рипера построил, улетел домой Здесь какие-то, а что геликов Гумихо строит Каких-то странных, кстати Так, АСМ, H-minus сейчас Три рипера у Бьяна, сейчас гелико разорвут, а не в хлам вообще Оно и понятно Здесь стеночка антириперовская есть Шесть мариков есть у Правда, ни одного рипера не подрезал Так, здесь как-то депухи стоят так, что здесь запрыгнуть можно что ли Получается, что да Надо еще одну ставить Еще одну Гумихо ставят Бывает, что тут туретка у Бьяновша, даже три туретки На мейне, на продакшене и на второй Куда атакуют он вообще, как это Три выстрела, ни одного рабочего не убил Хотя стрелял по двум, странно очень Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, что это Гумихо завис под сканом? О чем зависит, я чуть не понял Хитрый Бьян Приманил на минку, еще один скан кинул Гумихо больше лимита, это факт, смотрите Мариков просто приходит, пачка 12 штук Плюс циклон У Бьяна нету столько Мариков Приходит танк Ну, тут у самого у Гумихо танки есть, смотрите Бьян танчик переводит, это 1-0 Гумихо, ребят Разорвал, просто разорвал, хлам сейчас Бьяна Гумихо ЦЦ щас упадет через пару секунд вообще GG Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гумиху риперца Теха. Я думаю, здесь не отбиться будет Гумиху. Бьян сыграл The Man Games называется. То есть он сыграл от предположения того, что Гумиху не будет такого бреда с его стороны второй раз ожидать. И он сыграл такой же бред второй раз просто. Продолжение следует... Долетел до кселнаги Гумиху ровным счетом. И Бьян с тремя риперами вперед летит. Заказан Гелик, а что здесь Гелик сделает? Надо циклона делать было, мне кажется, в Гумиху сейчас. Ну, тут разрыв 8 ксмок минус. Можно уже ГГ писать смело. Третью игру Бьян будет более стандартно отыгрывать, я так полагаю. Потому что в третий раз это будет слишком нагло так действовать, как сейчас действовал Бьян. Какой-то супер... Увидели, что сейчас Бьян Дейл? Прыгнул, гранатку поставил, отпрыгнул. Просто я даже сам не понял, ни хрена. Вообще красавец. Ребят, три рабочих осталось, конечно. Куда там рыпаться? 1-1. Ну, тут на неожиданности поймал, конечно же. Так, и на ваше он там с Дарком собирается биться. Прыгаю в игру по Гумиху. Прыгаю в игру по Гумиху. Прыгаю в игру по Гумиху. Прыг80. Прыг. 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 Прыгай. Прыг. Прыг. Продолжение следует... 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 Так, 1-1 пошли в Грэйдилбуме, у Бьяна только атака делается пока. Продолжение следует... Так, интересный тут дробчик от Бьяна. Гумиху заметил, если бы сейчас Бьян не заметил, полетел бы вперед, то это было бы вообще печаль для него. Здесь два танка, гелики на третьей базе. Странно, что они прямо здесь около рампы находятся, эти танки и гелики. Кстати, если Бьян сейчас проломает танки, гелики очень сопротивление не смогут оказать особо никакого. Сенсор Тауры готовы две штуки, можно было бы здесь еще один пилить. Заходит Бьян спокойно в рейндж этих Сенсор Тауров, здесь еще один танчик сиджется. Два либератора перестраховываются, эти игры здесь еще не плохо. Даже понемножечку наглеет Гумиху, прогоняет Бьяна отсюда. 33-153, загружается супер, дум-дроп. Бьян пролетает прямо мимо. Ой-ой-ой, пошел дробчик прямо к второй базе. Марики без щитов, это везение очень большое для Гумиху. Сейчас марики без щитов, еще все. Так, автотурели, выставляются здесь 15 СМ, их сливают Гумиху сейчас. Но он отобьется здесь, это стопудовый расклад. Так, турецчики пытаются Бьян пошатать. Ну, турецкий пошатал, конечно, ну а дальше что? Дальше викинги сели, отогнали все здесь. Мариков раскрошили. Но 132-106, 2-2 делается. Вот если сейчас задача Гумиху дожить до 2-2, если он доживет, то у него все замечательно будет. Если нет, то это проигрыш, скорее всего, будет. Опасная Бьян, конечно, что-то тут такая тема. Дроп от Димми Диваком на 10 и хп. Но он облетит, смотрите. Три турецки отменил и через верх пытается залететь. Но Гумиху здесь восстанавливает все эти три турецки. Это значит, что пролететь будет очень тяжело. Но здесь зато турецок нет совсем. Но Гумиху понимает, что, скорее всего, Бьян будет пролетать в направлении, где, ну, он отменил там турецки до этого. Так, автотурели выставляются. Клбат приходят. Либераторы здесь нормально забомбили там. Мариков, мародеров. Почему-то, правда, по марикам больше, чем по мародерам стреляют. В это время Бьян сносит третью СЦФу. Бьяна не остановить. Бьян 2-1. Ну что же, а там что у нас в другой матче? Там, похоже, стац. Ну что, Бьян стац, ребятки. Бьян стац у нас сейчас будет матч. Отлично. 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 Продолжение следует... 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 Так, адепт отстаться на мэне По рабочему ударил сейчас Пытается выйти, статься адептом Выйдет прямо на Мариков, минус адепт Три пацана не прощают Даже простудских женщин Застрелили, короче Так, 7 гейт адепт пуш, статься решил здесь подугореть Очень жестко Не понравилось ему то, что адепта у него убили И, кстати говоря, пуш-то очень жесткий получается У гейты еще большая часть закрыта, смотрите Да, варпил 4 адепта Будет врываться статься на мэн к бьяну Да, будет врываться на мэн Марик идет, сейчас проходит мимо Статься спалит призма его Марик запалил призму, увидел бьяну вообще Думаю, что обязан был он ее спалить Ну все, гейты открылись Вторая призма со стороны статься строится Пошел на варп адептов Чуть статься здесь сильно не парится Я смотрю в этой игре Адептов реально много здесь становится Марики стимятся За счет того, что они про стимились Их с двух ударов можно унести просто Так, ну на второй зато базе ничего не остается Так, в это время призма прилетает Сейчас дарки будут Какая-то статься улынная сверх агрессивная здесь Что статься по-другому бьяна считает Что ему не выиграть будет, что ли, не пойму Чуть призму не потерял Но чуть не считается Не потерял Одного дарка стасон варпанул сейчас Завозит иллюзию статься Дарк гропается на мейн Энергии много у бьяна здесь Чтобы дарка встречать 2.68 по лимиту Завозит иллюзию стасон варпанул омон за что развалил но он хотел меня развалить а вообще мне вспомнился прикол там картинку чет недавно видел без так пишет бьяна но я рад что даже статс за такую хрень наказали игра и нормальная игра вот вот что там воронежские наркоманы накрыли притон омона и там ему новости лежат с руками за голову такое там типа какой-то группы такой из контакта как обычно с группе хрени всякой короче говоря ждем следующей игры пацаны а а а приветствую всех ребят бьяна 10 помните прошу поддерживать на меня и мой канал отключать от блоки подписывайтесь на премиум по реквизитным сани через player поддерживаете у нас вторая игра как минимум еще 2 будет так как бы 5 опять соперника на себя хренел вообще бьян на этой на карте на 2 человека опять со по 1 играет что же статус у нас будет кибернет ставить нет нет хочет ставить может прокси какой-то будет потом пилить не знаю на наши зомби напали на наши зомби напали все годы 10 в и Так, ну тут стат всё прекрасно видел, ток-ток и два раза у Бьяна добавляется. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребят, выставлю запись после данного всего дела, пойду домой, потому что, возможно, сейчас с ребёнком скоро воём больницу. Вот, так... Короче, Даша уже скоро вызвала, поедет с Машей в больницу, короче, только что ВКонтакте мне написала... Пять минут назад, точнее. Ну я тогда так, своим ходом, короче. Погоню, поставлю я запись. Маша заболела усиленно у нас, надо идти домой. Ну, смотрите, запись там очень интересная была начало. Скалит, пейшн, стоповая третья игра просто там была в начале и не только. Очень много всего интересного, не пожалеете. Ну, а вечером, а вечером, может, постреблю что-нибудь ещё и... Запилил статс сейчас камни на третьей базе, упали они, здесь два пилона, плюс добавляется. Три гита есть. Колосс первый делается, рейндж колоссом заказан. Блинг делается, плюс один армор, ещё фуа-жэ. Дэд лосяш, привет всем. Так, ну что тут, колосс еле живой, устатся. Ну, кстати, игра с оверчажами и со сталкерами, он отбивается здесь. Еле-еле, ну, кстати, блинг, погодите, а зачем без пилу надраться-то здесь? Ну, самое главное, статс отбился, плюс гитой добавлены пять, работает. Колоссик новый выходит, рейндж есть. Да, есть рейндж. И после армора делается атака сейчас на колосса. Статса обсервит, здесь есть. Здесь он видит, где находится его оппонент. Бьян видит опса. Нет, не видит опса, мимо проходит. Ну, когда контроллер, тяжело заметить. Да на какой-то пилон умерчаш-то ставишь, тасон. Так, здесь дробщик на вторую заход. Ё-моё, мародёры идут колосса шатать. Фигевшие мародёры-то какие, блин. Здесь, как Бьян успевает их засадить-то за контроль. Здесь громит в лоб на третий. Здесь дробщик гломит, да варп сталкеров. Я не понимаю, отбивается Бьян или нет? Статс. Нет, он не отбивается. Сталкеры падают, мазеркор падает. Колосс, ещё один выходит. Непонятно, где отбиваться-то здесь. Два дропа, всё, минус статс. Что за дела? Унижает. Бьян просто унижает вообще. Чё-то жесть какая-то. Ну, это ГГ. Посмотрите на рабочих. Просто количество. 30 на 50. Боевого больше Бьяна тоже. Ну, то есть тут никакого потенциала нет. Что-то как-то предыдущие игры поинтереснее были. Привет, Рэмс. Привет всем. Добыча. Просто 3 с лишним на 1700. Спасибо, Air Black. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем-то, Бьян здесь полнолом ещё очередное делает. Колосса забирает. Та, ё, мы сейчас и второго можем забрать. Колосса до варпу отстаться идут. Он пытается, конечно, держаться. Ну, хорошо, минус 10 лимит. А минус 0, Бьяну. 51 пробка на 60 ксм. А где обсервать? Вот он обсервать. Так, минки выбил. Смотрите-ка, 94-104. Лимит и практически сравнялись. Ну, тут 2-2. Здесь воздушный грейд. Атака воздушная. Короче, какая-то жесть просто полная. Я не знаю. У Бьяна, у Статца, для Статца Бьян, очень неудобный соперник, потому что я вообще не видел никого, чтобы кто убивал так Статца. И вообще, чтобы Бьян кого-то другого так шатал. Просто 20 каких-то дропа смешных он убил его в лоб уже, короче. Причём и грейд на армор есть. Всё есть. Ну, здесь, знаете, что подрешало? Ну, если, блин, такую ошибку считать за прям серьёзную, то, что оверчарж Статц поздно поставил на дохлый пилон. Если бы он сразу видел, как заходит Бьян, а он здесь от дропа контролил уже и поставил оверчарж, было бы по-другому здесь, и здесь бы-то отбился бы проще, я думаю, Статц. Ну, я не знаю. Это жесть вообще, короче. Что было тогда? Су-24, 149. Ну, вот так. Две фаржи у Статца заработала. Ну, сможет он тут держаться. 20 лимитов в плюсе Бьян. У него сколько? 8 викингов на 3 колосса. А помимо, понимаете, помимо колоссов тут никто особо и драться-то не сможет. Другое дело, что 2 медивака, посмотрите на каких хп у Бьяна, и теоретически, если... Теоретически можно выбить, как бы, эти. Ну, вот, посмотрите. Сейчас что произошло. Блин, ну, молодец Бьян. Он сейчас просто словил момент, когда Статц потратил блинк. Сталкеры ушли за колоссов. Он просто пришел, принял бой с колоссами и разобрал. Здесь протасы, юниты криво обтекают с ХГ. Бьян на халяву там четко дерет сейчас. Дестабилизатор. Вот один бы хоть дестабилизатор уже в замесе был. Может, что-то и получилось. Но дестабилизаторы только-только выходят, короче говоря. И в итоге Статц получает здесь люлей просто диких. и не дает шанса Бьян ему восстановиться. Ну, никакого абсолютно. Ну, тут какие Сталкеры контроль такой смешной. Неплохо. Неплохо бомбанул. Да поздно, правда, единственное. Дестабилизатор сразу минус. Так бы в основном в замесе с колоссами. Тут уже викинги сели. Статц решил в центр зачем-то вылезти, но там третий армор кстати, доделался. Ну, грейды делают. Какой-то тоже Статц лезет-то. Хотя здесь в такой безнадежной игре уже кажется, что ничего не спасет. Блин, а сейчас были подепты дестабилизаторами. Вот вроде неплохие залпы. Знаете, лимит это тут как бы реально один-два залпа дестабилизаторами, один бой выиграть и переворот. А учитывая, что сейчас третий армор будет, как бы можно было бы попытаться. Но колоссов нету и как-то ПЗ. не вытащить вообще. Не вытащить. 0-2 Статц. Может, конечно, попытаться комбайчить он еще, не вытащить он еще. Может, он еще не вытащит. Не вытащит ем. Не вытащит ем. Айль. Это лютый он еще не вытащит. Немал, его notable взрослой легко никого, Так, привел игру Бьян Хости, по-моему. Да. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ребят, 2.0, Бьян, всё, я с вами. Чуть-чуть отвлёкся на секунду. Продолжение следует. Так, ну тут рипер пробка, чё-то КСМ-очку пилит, пытается уйти, статься. Здесь уже через 5 секунд рипер будет готов, эта пробка не уйдёт, скорее всего. Но тут проверяет Бьян третью. Так, прокси фактор, фактор Кабиена. Тут марики будут заказаны, там, видимо, циклончик. Либо танчики. Короче, это пуш какой-то опасный очень. Продолжение следует. Ну, по разам с квали будет пофиг сколько, ведь будет опен квали, а там уже что будет? Показываться, короче. Там уже будет показываться всё. А кто с опен квали пройдёт, я хз. В батлнете-то все участвуют, а на опен квали едет тот, кого только команда посылает, кому оплачивают, получается. Какой бы, вот, соответственно, проезд. Так, залп минус. А, это вообще передрог минок, потом выход в танк, плюс либератор. Статс видит этот выход от адептов сейчас ещё вперёд. Блинк делается. Почему не глефы? Не, блинк как бы лучше для обороны от этого всего выхода. Со стороны статса, безусловно. Так, здесь пробочка выходит. Ещё пробочка минус. Отбивает, наконец. Ну, блинк, понимаете, он дольше делается. И сейчас придёт танк, сейчас придёт либератор. И это будет печаль остаться полная вообще. Зато здесь один пилон, потом второй пилон у верчаж. Как бы, можно потянуть время некоторое. Так, одного марика минус. Ну, статс сталкеров всё больше и больше. 20 секунд, да, блинка, нужно ждать его. Так, пилончик падает. Есть ещё один пилон. Тоже можно сюда верчажик выставить. Есть иммортал один у статса. Вообще статс таких-то пушей, кстати, очень неплохо всегда отбивался, стоит отметить. Так, минка делает залк. Ну, вот, пожалуйста, да, блинка пришёл статс. И очень неплохо развалился просто от такого пуша. Агрессивный, блин, к танчике пошёл. 3-0, короче, ребята. Говнище, просто в говнище, извиняюсь. Вот, ужасно у статс. Вот с бьяном у статса просто минус мораль. На ГСЛ только он... Ну, кстати, бьян получается. Проклятие ГСЛ. Это там два подряд ГСЛ не выигрывают. Или как там? Прошлый ГСЛ выиграл бьян. Проклятие ГСЛ, будем считать, на него подействовал. Он умудрился слиться как-то с татсу. Вот. Вот. Диана разграмил. Делаю стоп-старт, ребятам. Без задержки возвращаюсь.